МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Хантамансийск, где сегодня состоятся вторые партии второго круга. Те же командисты, которые накануне уступили, проиграли, сегодня имеют шанс взять реванш и перевести дело тайбрейк. Потому что в случае счета 1-1 нас ждут быстрые шахматы, блиц и так далее. Переходим в турнирный зал, где осталось ровно одна минута до старта. Я увидел всех игроков, как они поднимались на второй этаж. Я просто работаю на первом этаже здешнего дворца шахмат, а сами партии проходят на втором. Там есть красивый большой зал, где участники помещаются. Но сейчас с этим нет никаких проблем, потому что их осталось всего лишь 64 человека. Всего лишь по сравнению с начальными 128. Ну вот, судьи у нас, видите, в такой ярчайшей форме. Ну я, собственно, не против. Пусть наши судьи будут именно такими. Без черно-белых полос. На самом деле форма красивая, форма интересная. Но тут нужна стабильность. Если зрители привыкнут, что шахматные судьи носят именно такую форму, это будет нормально. Итак, готовится Евгений Томашевский на переднем плане к очередной партии с индийцем Аравиндом. Вчера Женя в блестящем стиле выиграл. Я даже приходил в нашу студию, объяснял, что да как. Спасибо ему большое. Ну, скажу откровенно, надеюсь, что реванш, если где-то и состоится, то не в этом, не в этой паре. Ну, изначально у нас формат прежний. 128 участников проходит 7 кругов. И в результате 7 кругов вот этого нокаута определяется победитель Кубка мира. И я напомню, что два финалиста по положению выходят в турнир претендентов. Более того, как сказал президент Фида Аркадий Дворкович, у шахматиста, занявшего третье место, тоже есть огромные шансы пробиться в Кубок мира. Тут есть очень важный нюанс. В том, что это будет первое невыходящее место, согласно сегодняшним, нынешним правилам, в турнир претендентов. Скажем, если номинация от России, да, вот, интересоваться, кого Россия может номинировать в турнир претендентов, как у странной хозяйки этих соревнований. Напомню, что турнир пройдет в Екатеринбурге. У России есть такое право. Так вот, там есть несколько условий. Это не просто должен быть шахматист выше 2700 или 2725, как было раньше. Этот шахматист должен либо по результатам года входить в первую десятку по рейтингу, либо по результатам отборочных соревнований он должен занять первое невыходящее место. Ну, или из серии турниров Гран-при Фида, или вот из Кубка мира, если он займет третье место. Ну и, в общем, поэтому за третье место будет серьезная борьба в результате матча. То есть проигравшие в полуфинале встречаются между собой в отдельном матче. Так что у нас будет параллельно идти два матча, а не один, как обычно. Вот Хикару Накамуру как раз один из первых кандидатов на реванш. Вчера он удивительно безропотный, без борьбы особо иступил Нисипяну. Ну, сегодня Хикару играет белым цветом, класс у него все-таки повыше, он помоложе, так что, мне кажется, шансы превосходные. Ну, я надеюсь, что сейчас у нас выйдет табличка на экране. Я пока скажу, что решен, стопроцентно решен вопрос, сколько ходов отводится в Эншпиле для победы, 50 или 75. Итак, были исключительные окончания. Были исключения. И так, вот это раз. Мне говорят, что меня не слышно. Забавно. То есть я говорю-говорю, но меня никто не слышит. Сейчас я узнаю у зрителей. Я продолжаю говорить. Так, продолжаю говорить. Вот мне просто, я хотел бы сейчас на Ютьюбе попросить у людей. Народы, слышите меня? Народы, ау. Так, народы, ау. Вот, все нормально, говорят, меня слышат. И так, до 1992 года были такие исключительные окончания, где сильнейшей стране давалось 75 ходов на выигрыш. Ну, а с 1992 года на Олимпиаде в Маниле это правило отменили. И снова у нас все окончания идут под одну гребенку. Только 50 ходов даются на победу. После чего уже можно требовать ничью. Ну, я, честно говоря, считаю это нелогичным, неправильным, потому что, вот, например, накануне мы видели окончание, где аналитика, да, вот аналитический вердикт, скажем, мат в 73 хода, или мат в 67 ходов. То есть 50 ходов банально не хватает. Получается забавная парадоксальная штука, что проигранное окончание при достаточно упорной обороне, при качественном сопротивлении неожиданно оказывается ничейным. Потому что сильнейшая страна просто не успеет, как бы она ни старалась, не успеет добиться цели. Ну, не знаю. Правило есть правило, закон есть закон, судьи поступили по закону. И к ним никаких претензий нет. Так что проехали, идем дальше. Хорошо. Отлично. Вот, а теперь я жду таблицы на экран. Давайте посмотрим, кто с кем играет. Ну, и результаты первых партий тоже, я надеюсь, увидеть, чтобы нам понимать, кому что надо в сегодняшней партии. Ну, безусловно, каждому шахматисту хотелось бы выиграть при любом раскладе, но особенно нужно это тем, кто проиграл. Например, Владимир Федосеев сегодня белыми фигурами играет против Хари Кришны, индийского шахматиста, и никакого другого варианта, кроме победы, не существует. Так, ну, вот, Владимир Федосеев еще и с Ванхау пытается снова бороться, но это неправда. Ванхау играет с другим шахматистом. Вот, ну, разберемся. Там действительно была ничья. Вот. Как-то вот со вчерашнего дня у нас так затесался Владимир Федосеев. Ну, будем считать, что он слишком много на себя взвалил. То есть слишком много работает. Ну, действительно, все остальные результаты ничейные. Давайте идем дальше. Посмотрим, кому еще надо отыгрываться. Ну, в тех парах, где ничейный счет, естественно, сегодняшняя победа будет означать завершение борьбы. Победа одного из участников. Да, вот народ увидел Эль-Таджи Сафарли. Да, как раз он вчера тоже уступил. Ему надо непременно сегодня побеждать. Ну, что я предлагаю перелистную. Ага, вот уже перелистнула страница. Итак, Томашевский ведет в партии с Равиндом. Индийский парень настроен сейчас агрессивно. Вэй-И черными фигурами сегодня будет атаковать Давида Антона Гехара, ну, который выиграл вчера черными фигурами. Конечно, беленькими есть серьезные шансы добиться положительного исхода. Сэмюэль Севян, американский гроссмейстер, будет сегодня белыми играть с Корякиным. Тоже никаких компромиссов быть не может. Ну, естественно, вы видите, друзья, очень много ничейных исходов. Просто потому, что пара довольно плотная. Игорь Коваленко белыми играет с Максимом Вашьилаграун. Игорь, надо выигрывать. Накамура белыми против Несепяна, я уже говорил. Кстати, весьма вероятный реванш. Чапаринов белыми против Артемьева. Ну, я надеюсь, что Владик будет упираться. Но Иван будет биться до конца. Максудлу играет черными против Ароняна. Но, откровенно говоря, шансов спасти этот матч у него довольно мало. Аронян просто сильнее играет в шахматы. Так, ну, вот дальше смотрите, как интересно. Косымжанов белыми фигурами будет нападать на Мамедьярова. Вот. Ну, определенные шансы есть. При всем уважении к обоим участникам, ну, Косымжанов опасный, сильный шахматист. Ильтач Сафарли, ну, я надеюсь, сегодня проснулся в хорошем настроении. Поборется, поиграет. В общем-то, мне кажется, его шахматный класс достаточно высок, он может отыграться. Нельзя забывать, что Нихал Сафарин все-таки совсем молодой мальчик. Ему 15 лет. Так что, наверное, должной стабильности у него нет. Поэтому все возможно. Ну, и Тамир Набате сейчас черными фигурами попытается взять верх над Дудой. Здесь, мне кажется, шансы не очень велики. Дуда в последнее время, на удивление, хорош. Ну, вообще, просто сильный шахматист. И растущий. Смотрите, у него есть 2730 уже рейтинг, а? Да, каков Янгшиштов молодец. Не только в Блиц играет классно, но и в серьезных шахматах здорово прибавил. Ну, что, мне кажется, у нас еще есть одна страничка. У нас еще одна страничка, как я понимаю, 4 раза по 8. Или нет? Или все, мы уже все прошли. Нет, мне показалось, что у себя неожиданно все пары кончились. Вот сейчас вы видите Владимира Фодосеева слева внизу на экране. Только что прошел Кристианссон, норвежский шкуратист, который вчера в тяжелейшей борьбе устоял против Кирилла Алексеенко. Ну, а это Иван Чаповинов, представляющий ныне Грузию. И Владислав Артемьев. Ну, Владик вчера сыграл свою такую типичную для себя партию. То есть ничего не получил в дебюте. И потихонечку, помаленечку, на мелких нюансах. Вот непонятно как, но соперника переиграл. Ну, а сейчас вы видите Мамедьярова, который в итальянской партии, в известном варианте, который, кстати говоря, вчера Томашевский черными точно так же трактовал с ферзем на А7, с пешкой на А4. Ну, вот и некоторые партии как близнецы-братья. И то, что шахматисты высокого класса постоянно играют одни и те же позиции. Вот одна и та же позиция просто в разных партиях встречается, потому что все смотрят одни и те же дебюты, мода захватывает всех. Если уж играют итальянку, так действительно не отличишь. Ну, понятное дело, что в самостоятельной борьбе уже партии начинают расходиться в сторону. У кого-то получается хорошо, у кого-то плохо. Поживем и видим. Вот Рустам Косымжанов как раз сейчас с бутылочкой ходит, думает садиться назад за стул, за свой столик или еще погулять. Решил погулять. Точно так же гуляли Грещук. Вон там Никита Витюгов где-то вдали. Вот такие дела. Так. Ну, а это Александр Предке, кстати, прошел, который вчера, наверное, на удивление, уверенно, даже я бы сказал легко, удержал черными ничью в партии с непомнящим. А сегодня Александр играет белыми. И тут, конечно, ждем от него дебютных сюрпризов. Так, ну что, я предлагаю выводить досочку. Досочку. Ну, давайте, друзья, посмотрим, например, как Хикарушка, Накамурушка у нас играет. Один из наших любимых шахматистов всей планеты. Ну, яркий, очень яркий шахматист. Неоднозначный, боевой, эмоциональный. В общем, всегда источник для новостей. Хорошо. Ну, начнем все-таки по порядку. Начнем с самого верха. Итак, Сергей Морсисиан белыми фигурами играет против Дин Лежения. Ну, вчера Сережа достойно сыграл черными фигурами. Даже лишняя пешка была. Ну что, четыре коня. Д4 прорывчик. Ну, здесь, несмотря на то, что сам вариант невероятно старенький, вот, здесь много есть новых идей. Вот, в частности, потрясающая идея. Здесь вообще не бить на Д5. Некоторые шахматисты здесь играют слон Ж4, Ф3, слон Х5. Ну, и тут бурно-бурно развивается сейчас теория. Берут на С6, какой-то шах, берут на ЦТ. Ну, и дальше, и дальше вот большое-большое ветвление. Вот, что, как белые здесь борются за перевес, пока никто четко не знает. Но Дин Лежения сыграл по науке. По старой науке просто побил на Д5. Вот, решил, что не время еще для каких-то экспериментов. Значит, слон Ж5, С6, Ф3. Ну, тут очень важный момент, что черные абсолютно не боятся сдвоения пешек. То есть, Дин Лежения сыграл слон Д6. Если белый бьет на Ф6, конечно, берет Ферзем. Взяли-взяли. ТТ-шпиль безопасный для черных, потому что у них два слона. Потому что до пешки Ф6 никто никогда не доберется. В общем, это ослабление чисто символическое. Но во всем остальном у черных замечательно. Более того, я видел, как в некоторых поединках именно черные играли на победу, иногда успешно. Мне невозможно забыть, как Наталья Погонина на Олимпиаде черными фигурами обыгрывала шахматистку послабее. Шахматистку, которая не настолько продвинутая в шахматном искусстве. Так постепенно, потихонечку, помаленечку, там дело дошло до разноцвета. Но король Натальи в итоге пробежал где-то в район поле Б2 и ферзовый фланг у белых рухнули. В общем, незабываемое впечатление. Итак, а белые, естественно, не меняются на Ф6. Ладья Е1. Ну, я даже подозреваю, что черные все равно могут сыграть А6 и попросить белых разменяться на Ф6. Другое дело, что, скорее всего, белые отступят на А4. Ладья Б8. Нападаем на пешку Б2. Белые играют Конь Д1. С одной стороны защищаем пешку, с другой стороны освобождаем дорогу пешки С2, которая идет вперед, скажем, на поле С4. Так, тут народ спрашивает, а Мавсисян по-прежнему женат на Юлии Кочетковой? Ой, друзья, я не знаю. Не знаю, сколько жены у Сергея Мавсисяна, какая по счету. Ну, надеюсь, что у них там все стабильно, надежно. Вот. Просто следить за личной жизнью шахматистов это отдельная тема. Да, просто народ постоянно это любит обсуждать. Это действительно очень-очень увлекательно. Вот, хорошо. Ну, по моим сведениям, вроде бы у Сергея все в порядке. Да, у Сергея все нормально, так что давайте обсуждать другие темы. Хорошо. Переключаемся к Анишу Гири, второй стол. Ну, пока Дин Лежень задумался. Итак, на втором столике Аниш Гири применяет английское начало против Евгения Найра. Так, С4, Е5. Вот, Женю Найра, вы сейчас видите, экс-чемпион Европы, замечательный гроссмейстер, в последнее время изрядно проявил себя на тренерской работе, со сборной России женской, работает очень успешно. Ну, что, вот такое английское начало, причем черные вызывали ход конь Д5, белые так сыграли, но не сразу. То есть, сначала вышли все кони вперед, и после конь Д5, вот здесь начинаются какие-то, какие-то отдельные хитрости, отдельные новости. То есть, можно ли играть 2-0, надо ли уводить слона, то есть, тут разные есть трактовки. Если сразу разменяться на Д5, ну, видимо, проблема в этой пешке, если сыграть конь Д4, тогда после размена последует, то есть, покойненький шаг, и белые останутся с лишним. Так что, наверное, этого коня на Д5, как мне кажется, надо все-таки терпеть пока. Вот. Ну, что касается аркировки, а тут интересно с пешкой на Е5, как все-таки дела-то будут обстоять. Скажем, взяли на Б4, сыграли Ферд С3, и вы видите, что висит и конь, висит и пешка. Тоже, вроде бы, наверное, неправильно, да? То есть, сужается, немножечко сужается круг возможностей, ну, наверное, ход Д6. Имеет право на существование, потому что здесь черные уже точно ничего не теряют. Если взять на Б4, дать шаг на А4, ну, конь спокойненько уходит. Ферз А4, наверное, не на месте. Вот. Ну, проблема в том, что Евгений Найр, наверное, просто не ожидал увидеть именно такую позицию в дебюте. Готовился все утро, и, может быть, весь предыдущий месяц совсем к другим вариантам. Ну, а Нижгирь его удивил. Так, мне говорят, покажите Корякина. Покажу, друзья. Ну, всему свое время. Во всем нужен порядок. Если я буду прыгать бессистемно и беспорядочно между разными столиками, я, в конце концов, запутаюсь и не буду помнить, кого показал. Поэтому иду строго по списку, сверху вниз. Переходим к третьему столику. Пока Женя Найр у нас, в кавычках, спит в дебютной стадии, вот Игорю Коваленко надо побеждать. Коньце три. Ну, в принципе, раньше это всегда было заявкой на закрытые варианты социлянки. Но иногда сейчас это просто такая хитрая перестановочка ходов. То ли избежать Челябинского, то ли анти-найдов. Кстати, вот те шахматисты, которые принципиально играют черными найдов, они должны здесь быть готовы к варианту, который неожиданно на высокую, я бы сказал, ступень поставил Магнус Карлсон. Вот он здесь применил вот такой чудной вариант. Поначалу кажется, как игра безразрядника. Что происходит? Во-первых, ферзем берем на д4, потом ферзь выходит на д2. Но у Белых есть простая идея. Б3, слом Б2, 3-0 и атака на королевском фланге. Когда Ирдослав Вайташек, выдающийся польский аналитик и сильный гроссмейстер, столкнулся с этим вариантом. Партия закончилась буквально в 25 ходов. То есть не смог оказать сопротивление черными. Вот. Ну, понятное дело. Это было два года назад. И сейчас за эти два года, конечно, сыграно уже куча партий. Но все равно, мне кажется, система игровая. Вполне белые могут бороться здесь за победу. Так что рекомендую. Именно против шахматистов, которые играют найдов. Но я почему говорю именно про найдов? Потому что получить вариант найдов можно только ходом Д6. Допустим, если сыграл конь С6, тогда белые играют конь Ф3, следующий ход Д4, это уже не найдов. Конь С6 рановато вышел. А что еще можно сделать? Конь Ф6 ты не сыграешь, тогда Е5. Если Е6, то это никакой не найдов, а скорее Паульсин или Швенинген. Так что ход Д6 по сути единственный. Ну, надо еще, конечно, с ходом А6 разобраться. То есть, если уж искать какие-то разночтения, может быть ход А6. Но ход А6, наверное, не самый полезный с точки зрения закрытого варианта. Здесь можно действительно сыграть Ж3. И, может быть, для некоторых шахматистов, некоторые шахматисты скажут, что зачем пешка на А6, потому что, например, если мы играем просто закрытый вариант. Конь С6, Ж3, Ж6, слон Ж2, слон Ж7. Там, не знаю, конь Ж2 и конь Ф3. Здесь черные обычно играют ладья Б8. И без помощи пешки А, не ставя ее на А6, надвигают пешку на Б4. Ну, если белый просто там спокойно развивается, ну, никому же в голову не придет там делать ход А6. Естественно, все происходит сразу. Пешка идет на Б4, а черная пешка с А7 идет на А5. Но такие якобы мелочи в дебюте имеют первостепенное значение. Ну, поэтому ход Д6 говорит о том, что черные хотят Найдорф. Вашьелограф, кстати, именно в Найдорфе является одним из крупнейших специалистов. Конь Е2 сыграно, конь Ф6. Ну, и теперь, если бы Игорь сыграл Д4, тогда получается Найдорф в чистом виде. Но он, что называется, блеснул. Он сделал фантастический ход Ф3. Я такой позиции вообще отродясь не видел. Слушайте, у меня даже, вот у меня под рукой сейчас есть чесбейс. Дайте-ка я посмотрю. Я вот как специально подлил тут последние твики, последние обновления. Сейчас посмотрю. Вот позиция после Ф3, четвертый ход, да, партии Гроссмейстеров никогда не видел. Честно вам скажу. Может быть, я, конечно, отстал от жизни. Может быть, это, наоборот, мода 2019 года. Ну, не знаю, как тут. Пешка на Ф3 выглядит очень, очень чудно. Чудно. И даже, я бы сказал, дико. Ну, можно, конечно, предположить, можно предположить, что белые намечают какую-то диверсию крайней пешки. В будущем, да, вот перейти к такому построению. Ну, в принципе, даже если вот просто сыграть А6, а в чем может быть отличие от Найдорф? Потому что если белые играют Д4, получается именно Найдорф. Ну, я действительно, вот вы думаете, что я пошутил, а я не пошутил. Я думаю, что с Ж4 можно играть. Слон на Ж2, если что, выйдет. Два нуля сыграем. Кстати, пешка с Д2 может пойти на Ж4. На Д4 может не пойти. Ну, в общем, думал здесь, думал Максим Машьелла граф и сделал ход Д5. То есть черные сначала поставили на пешку на Д6, а потом на Д5. Так, я пока вижу только одну партию 2002 года. Причем, откровенно говоря, это партия любителей, потому что там рейтинги сильно-сильно ниже 2000. То есть, видимо, ну так, немножечко от фонаря это все было сделано. И больше, кстати, ничего. Все, больше нет. Ну, то есть в гроссмейстерской практике, в большой практике встречалось, встретилось это впервые. То есть в партии предшественников после конца С6 был сыгран ход А3, но после чего, конечно, совсем трудно эту партию рассматривать. Не знаю, может у белых гениальный план. Ладья Б1, Б4, но на самом деле черные сыграли Ж6, а белые сыграли Б3. Ну, это вообще такая антипозиционная игра, такое любительство. То есть, если хотел сыграть Б3, зачем тебе пешка на А3? Сразу же так выдвигайся. В общем, будем считать, что здесь партии вообще не было. Так что Коваленко придумал нечто такое, чего ваш Елограф в принципе, то есть никогда и нипочем не мог знать. И вот ваш Елограф решил, что вот по таким странным конструкциям надо бить сразу сыграл Д5. ЕД. Ну, в принципе, наверное, здесь можно было рассмотреть ход Е5, но я думаю, что латвийскому гроссвестеру было просто обидно, что здесь, скорее всего, придется играть Ф3, Ф4. Ну, зачем тогда пешка останавливалась на поле Ф3? Вообще, как-то все это выглядит дико странно и чудно. Ну, вот какая-то непонятная французская, да, может получиться. Вот. Допустим, конь С6, если взять на Д5, то конь Е5, Д4, Е6. Да, вот какая-то чудная французская защита получается. Обычно сканем на Ф3, тут сканем на Е2. Ну, кстати, почему бы и нет? Я думаю, что вполне можно жить. Но я понимаю, что у Игоря это наверняка была заготовка. Он сыграл ЕД, конь Д5, конь Д5, ферзь Д5, Д4. И Е6. Машей Лаграф спокойно сыграл вообще. Ну, когда ферзь на Д5 стоит. Вот, скажем, в системе Алапина, да, когда Е4, С5, С3. Вот эту позицию видел, но, мне кажется, никто и никогда не наблюдал вот такого природного катаклизма, да, какая-то аномалия магнитная. Что пешка встала на Ф3, конь на Е2, словно на Ф1 плачет. В общем, такая прелестная шахматная чушь. Причем, я бы вам сказал, полная чушь. Вот. Ну, чего только не сделаешь, чтобы вывести соперника из равновесия, чтобы заставить его мыслить самостоятельно. Давайте я сейчас даже компьютер включу, мне настолько стало интересно. Вот сейчас включу просто компьютер. И вот, а теперь после Ф3, какие первые линии? Ну, вот я включил программу Комода. Ну, достаточно сильная программа, наверное, входит в тройку лучших. Она говорит, что сильнейший ход здесь за черных Е7, Е5. Ну, просто захватываем пространство, хватаем пункт Д4, ну, так как белый слон на С4 пока не выходит. Действительно хороший. А вы знаете, призадумавшись, вот этот самый пресловутый Комод, на самом деле Комода это ящерица. Давайте так, что означает это слово? Это известная рептилия, да, ящерица. Ну, и действительно логотип этой шахматной программы, это огромный-огромный такой вот звероящер, зубастый. Так вот, этот ящер говорит, что Д5 это вторая линия. Тоже говорит, очень толковое решение. А раз так, раз компьютер это показывает, легко догадаться, что Коваленко это все смотрел, изучал и наверняка дома здесь что-то подготовил. ЕД, конь Д5, размен-размен, это все по компьютеру очень хорошее и правильное решение, ну, и по-человечески, естественно, легко догадаться. Так, и вот здесь ход Д4, который сделал Коваленко, это у нас, ну, скажем так, примерно вторая линия. Первая линия от Комода, а нет, все, на первую линию вышел ход Д4. Меня просто потрясло, что на первой линии некоторое время красовался ход Б2-Б3, это симпатично. Это просто замечательно. Ну, это искусство, знаете, импрессионизм. Я считаю, что это такой высоко творческий процесс. Ну, Д4, тем не менее, нормальный, разумный ход по центру. И вот здесь, что пишет нам компьютер. Да, ну, сыграть по компьютеру, я думаю, что ваш елограф никак не мог, потому что компьютер демонстрирует ход Е7-Е5. Такой просто взрывной удар по центру, мол, надо белых уже разрывать на мелкие части. Ну, понятное дело, что конь С6, здравый ход, но на конь С6 белый играет слон Е3, поддерживает напряжение в центре. Так вот, ход Е6, ход Е6 компьютер не рассматривает в первых трех линиях, и поэтому, наверное, и для Игоря Коваленко, который сейчас на ваших экранах, позиция становится интересной. Ну, он сделал здоровое позиционное движение, слон Е3. И теперь, в принципе, вот когда слон встал на Е3, уже в какой-то степени угрожает взятие на С5, потому что отыграть эту пешку не удастся. Там просто ферзи будут разменены. И поэтому, на всякий случай, ваш елограф побил на Д4. Ну, белые могут просто переходить в чуть лучшее окончание. Можно побить ферзем. Если ученые не хотят получить изолированную пешку, надо меняться. Конь Д4, угрожает где-то конь Б5, скорее всего, надо играть А6. Ну, вот эту вязкую позицию надо потихонечку, помаленечку катать. Но мне кажется, что для вашей елографа, для шахматиста техничного, это вполне решаемая задача. Он поставит слон на Д7, выведет коня на С6. С развитием слона на Ф8 тоже нет никаких проблем. Ну, если ученых и хуже, то ненамного. Так что, вот именно такое развитие событий я прогнозирую. Ну, скажем так, ребята нас порадовали своим дебютным выбором. Угадать такое развитие событий ни один оракул, ни один предсказатель не мог бы с тысячи попыток. Ну, единственное, что, может быть, кто-то из близких знакомых Коваленко мог бы это сделать. Ну, хорошо. Вот так или иначе, ваш елограф, как опытный боец, как цепкий шахматист, избежал, наверное, самых острых, самых жестких вариантов. Пусть у него и будет похуже, но на самом деле здесь жить можно. Ну, мне почему-то кажется, что Коваленко, с учетом его реваншистского настроения, может быть, даже сохранит ферзи. Он сыграет конь Д4. Вот. Ну, попытка развиться и дальше как-то, собственно, посложнее получить позицию. Здесь опять-таки идея поставить коня на Б5. Там есть уязвимый пункт на поле С7. Уж не знаю, надо ли здесь играть А6 или можно какой-то ход С5 сделать. В общем, поживем, увидим. В общем, Игорь вперед, Игорь Борис. Желаем ему успеха. Так, все. Ну, я компьютер отключаю, чтобы компьютер не перегрелся раньше времени. А то, знаете ли, в процессе долгого эфира технику надо беречь. Хорошо. А мы идем к следующему столику, где Уэсли Сой играет против Антона Демченко. Ну, вчера Антон атаковал белыми фигурами, пожертвовал пешку и получил инициативу, но в итоге все упростилось ничья. А6. Вот есть сейчас модный вариант в ферзовом гамбите. Так играл Морозевич, так играл Федосеев. Кстати, Федосеев на суперфинале чемпионата России в Новосибирске три года назад или два года назад, или три года назад, уже не помню. Знаете, смешались в кучу уже все даты и события. Вот он регулярно играл именно ход А6, по-моему, четыре раза. И никто так из соперников не смог поставить ему серьезные проблемы. Взяли-взяли, конь Ф3, конь Ф6, слон Ж5, слон Е6. Вот именно трактовка Владимира Федосеева. Конь БД7, слон Д3. И вот тут одна из идей у черных неожиданно разменять чернопольного слона. Вот где-то они играют А6, где-то они играют Ж5 и где-то они играют конь Х5. Выясняется, что этого слона меняют. Ну, понятное дело, что здесь надо очень четко знать конкретику. И если три года назад всем казалось, что это свежо, интересно и перспективно, то сейчас люди уже такие общие оценки отменяют. У них у каждого на компьютере есть могучие компьютерные анализы. Все уже знают, как здесь белые получают маленький, но стойкий перевес. Сыграно С6. То есть Антон Демченко не пошел на самые принципиальные линии, а вот укрепляет ферзовый фланг. Ну, теперь, конечно, смысл продвижения А7-А6 немножечко теряется. Изначально-то смысл был безумно простой. Хотим взять на С4 и пешку поддержать. Вот. А белые именно поэтому разменялись на Д5 на ранней стадии. Ну, а сейчас фактически после хода С6 белые готовят, черные готовятся к атаке пешечного меньшинства. То есть белые, если играют по стандарту 2-0, ладья Б1 и пытаются провести Б4-Б5, но именно в этом случае ход А7-А6 имеет определенный смысл и резон. Вот. Но Василий Сос сумел соперника удивить. Он сыграл ферз Б3. Вообще для Карлсбада ход безумный и странный. Но здесь Карлсбад настолько нестандартный, ну, я имею в виду структуру саму, да, вот когда белые пешки таким образом стоят, черные таким. Эта структура называется карлсбадской. Именно в городе Карлсбад, ныне называется он Карлови Вар, примерно 100 лет назад подобные структуры активно изучались, да не 100 лет, а еще раньше. Вот. Ну, что, пешка Б7 под боем. Конечно, каждый шахматист, который играет в Риан Чебаненко в славянской защите, мгновенно хочет ответить ладья А7. Но для других людей, наверное, более естественным является защита с помощью ферзя. Ферз С8, ферз... Ну, ферз С7 не очень хорошо из-за слона Ф4. Ферз С8, ферз Б8, ферз Б6. Вы знаете, ферз Б6 при пешке на А7 этот ход стопроцентно хороший. А вот теперь надо, конечно, обсуждать. Ну, давайте прикинем, насколько опасно, например, вот такое сдвоение пешек. Насколько я знаю, это совершенно не опасно, потому что есть такие варианты в ферзевом гамбите, когда с пешкой на Ф6 и с двумя слонами черные чувствуют себя прекрасно. Ну, как это получается? Вот давайте покажу. Допустим, мы играем кони Ф6, взяли, взяли, слон Ж5, С6, Е3, слон Ф5. Вот известный вариант, который долгое время считался, ну, практически непробиваемым до тех пор, пока Магнус Карлсон в блестящем стиле не обыграл Крамника. И сам Крамник, кстати говоря, Александрова на последней Олимпиаде изумительно тонко переиграл. Ну, все-таки запас прочности достаточно большой, и одна из идей у черных, кстати, вот этого коня перевести в район поля Е4 разными маршрутами. Либо вот так, когда пешка уходит на Ф5, либо как-то немножко покрутиться, конь Д7, конь Б6, конь С8, конь Д6 и пункт Е4. Так вот, что мы видим в данном случае? Если черный играет в ферз Б6, то черный конь преодолевает уже половину пути. То есть здесь остается совсем немного, потом ставим пешку на Ф5, ну, мне кажется, это абсолютно нормальная позиция. Так что Антону Демченко, я это вот так по-человечески, без компьютера это все обсуждаю, мне кажется, что ход ферз Б6 вполне-вполне резонный, вполне нормальный. И размену на Ф6 лично я не боялся бы. Ну, у Антона своя жизнь, своя судьба и свои переживания. Ему там за доской очень тяжело, очень тяжело там, конечно, мыслить хладнокровно. И, в конце концов, у каждого шахматиста свой стиль. Вот может быть он просто не любит, когда у него портится пешечная структура. Ну, такое бывает. Такая слабость есть у многих шахматистов. И я тоже, на самом деле, очень не люблю пешечных ослаблений. Вот, а мы идем дальше, оставляем Антона в этой задумчивости и смотрим битву двух россиян. Александр Предке белыми пытается опровергнуть защиту Грюнфельда. Ну, собственно, эти попытки продолжаются уже ровно сто лет. Ровно сто лет народ пытается опровергнуть этот с виду странный, подозрительный дебют. Ну, в наше время уже есть стойкое ощущение, что дебют надежный. В том смысле, что прямого опровержения нет и быть не может. Вот, контрыгра черных везде хорошая. Ну, по сравнению с вариантом ферз Б3, белые вроде бы защищают пешку на С4, но при этом выманивают слона на Д7. Ну, одна из идей понятна, где-то может подвисать пешка Б7, но вот именно напрямик это все не происходит. Если здесь побить на Б7, если я правильно помню, сразу конь С6 есть сильный ход. Потом ладья Б8, конь Б4. Ну, там как-то черные обретают сильную инициативу. Поэтому белые бьют на С4. И опять-таки, если бы слон стоял на С8, там было бы больше черных возможностей. Два нуля, слон Ф4. Конь А6. Ну, давайте смотрим. Просто защитили пешку. Е4 и все-таки С5. На самом деле, есть такой вариант именно со слоном на С8. Вот я сам так черными играл неоднократно. Со слоном на С8, С5 и на Д5 играем Е6. А в чем тут разница? Давайте смотреть. Е5. Ага. Вот знаете, какая есть тонкость? Вот, допустим, если сразу сыграли ферз Б3, давайте получаем такой вариант. Побили, побили. Рокировали Е4. Конь А6. А, нет, там со слон Е2. Со слон Е2 там эта тонкость. Да, то есть, там слон на Ф4 не выходит. Немножко другая позиция. Я вот хотел привести какую-то более-менее близкую аналогию. Нет, подобная позиция получается уже совсем другое. Вот тут одну фигуру поставишь не так. Все, сразу варианты начинаются новые. То, что проходило раньше, здесь уже не идет. Ну, может быть, я просто хотел сказать, что, может быть, конь черных при слоне на С8 шел бы здесь на Д7, с дальнейшим конь Б6. Идти на Е8 немножко грустно. Ну, поэтому Ян сыграл конь Х5, слон Е3. Ну, здесь у белых простая идея. Они играют на этого коня. То есть, он должен оставаться вне игры надолго. Вот. И Ян довольно быстро, нет, не довольно быстро, после определенных раздумий сыграл конь Б4. Вот. Ну, угрожает какая-то вилочка. У меня здесь, у меня здесь есть такая интересная идея. Ну, помимо банального хода ладья Ц1, да, прикрыть эту поляночку. Слушайте, может быть, можно 3-0 сделать ход? Просто развить и потом в перспективе королем туда убежать? Вообще интересно, конечно. Взять на Д4, вот если взять на Д4, здесь после ферзь бьет Д4, неожиданно я обнаружил, что черных висят просто две. Защитить нельзя. Защитить нельзя. Вот видите ладья на Д1, как мощно выходит. То есть, 3-0 смотрится симпатично. На слон Е6, естественно, последует Д5. Ну, трудно сказать, друзья. Я сейчас, кстати, попробую посмотреть, что тут компьютер скажет. Мне кажется, что в этом положении уже возможны самые разные резкости, грубости и вообще шалости. То есть, и ход 3-0 я бы, например, белыми посмотрел всерьез. Ну, и все-таки. Все-таки, с учетом того, что компьютер, скажем так, немножко посильнее меня в конкретных вариантах, ну, и первая линия компьютера, да, смотрите, фантастика. То есть, ход ладья Ц1, это, ну, естественно, нормальное, естественное движение, которое не должно быть плохим. Здесь компьютер показывает малюсенький перевес белых. А вот если белые сделают ход 3-0, компьютер говорит просто у черных. Очень сомнительные позиции. То есть, Александр Предке, вы помните, что на суперфинале он поймал в Грюнфельде на редкий вариант Владислава Артемьева, получил выигранную позицию, но, правда, выиграть не смог. Если он сейчас догадается и сделает ход 3-0, то просто Ян Непомнящий может пострадать и может, вы не поверите, вылететь с Кубка Мира, потому что вчера-то он не выиграл, а отыгрываться будет некогда. На тайбреке его никто не пустит. Компьютер вот здесь после 3-х нулей откровенно грустит и пишет, надо играть конь Ц6. ДЦ. ДЦ, конь Е5, конь Е5, слон Е5, ферзь Д5. Вау! И снова слоны у нас под боем. Так, слон С3 и просто ферзь Д7, не БЦ, после чего там, наверное, как-то можно слоном отпрыгнуть, ферзь Д7. То есть белый гарантирует себе лучшее окончание. Допустим, сыграли слон Е5, ну и просто можно все на свете подменять, сыграть Ж3, следующим ходом выводит слона на Ж2. Сказочная позиция у белых получается. Просто сказочный бесплатный заезд. Ну, там конь вне игры, да, ему надо пока, там он будет выводиться. И очень важно, что у белых есть 3 пешки против 2 на ферзовом фланге. То здесь реально вот уже надо решать вопрос, а не проигран ли у черных в принципе? Не проигран ли здесь у них? Ну, перевес белых совершенно очевиден. Во всяком случае, там конь Ф6, слон Ж2, вот уже как-то с пешкой Б7 надо что-то делать. Ну, можно ладья Д1 сыграть, можно Аш3 просто ограничить коня. Так или иначе, получить такой эншпель против Яна Непомнящего, ну, это просто замечательно. И так сейчас все зависит от психологии Александра Предки, насколько он решителен, насколько он жестко настроен. И если вот он по-настоящему, по-хорошему расхрабрится, то сделает ход 3 нуля, и Ян Непомнящий будет у нас немножечко страдать. Вот, ладушки, идем дальше. А, сыграл 3 нуля. Ну, красавец какой, а. Александр, вы знаете, до суперфинала его широкая публика почти не знала. Ну, специалисты, конечно, знали, да, есть такой парень, хороший, талантливый, он еще 5 лет назад стал показывать хорошие результаты. Но как-то вот во взрослые шахматы, в большие, он никак не прорывался. И вот надо же такому случиться. Парень поехал в Ярославль, высшую лигу уверенно выиграл, потом в суперфинале играл блестяще, до последнего претендовал в том числе и на золото. Сейчас приезжает в Кубок мира, ну, обыграл, конечно, молодого, талантливого парня Алексея Сарану, но он-то помоложе. А тут-то он играет с шахматистом, который и постарше, и гораздо более именитый. Ян Непомнящий сейчас просто в пятерку мировую входит. И обыграть Яна Непомнящего, согласитесь, такая сверхзадача, это очень серьезно. И по позиции, вот по спортивной ситуации сейчас более чем реально. То есть по дебюту Яна поймали, позиция у белых с большим перевесом, так что посмотрим, к чему приведет. Я, кстати, видел, как супруга Александра провожала его на бой. Ну, расцветали яблони и груши, да? Ну, все русские песни вспоминаем, как девушка провожала бойца. Но вот это была именно такая картина, потому что сила чувства и сила переживаний, они просто вот все было написано на их лицах. Ну и понятно, что сейчас болельщики Александра, предки находятся в таком предвкушении. Мол, Саша, давай, Саша, держись. Ну, и у Яна не помню, что армия болельщиков вообще фантастическая, огромная. Так что они сейчас наверняка очень-очень тревожатся. А сыгана Б5. Слушайте, Ян вообще даже без малейших раздумий, кстати, это сделал. Слушайте, а вот здесь я опять-таки не откажу себе в удовольствии, друзья. А попробую-ка я завести это сейчас на свой компьютер. Дело в том, что мой компьютер покажет вариантики куда точнее, чем эти жалкие ретрансляторные движки, у которых маленькая низкая глубина, которые по большому счету считать-то ничего толком не умеют. Так, Е4. Давайте, я сейчас просто завожу. Ну, как быстро Ян-то это все исполнил. Удивительно, да? То есть возникает ощущение, что Ян все это смотрел дома все-таки, да? Ну, как-то очень странно. Действительно, эти позиции встречались на практике, но довольно странно, что черные вообще сюда идут. У них были... Так, я смотрю после Б5. Б5 это новинка или нет? Или старинка? Ну, давайте или после 3-х нулей, сейчас посмотрю. Вот, ну, какие здесь могут быть мысли у беленьких? Если побить ферзь бьет С5, я безо всякого компьютера могу указать ход конь бьет А2. Потому что когда конь уходит, когда и если конь уходит, тогда ладят С8. Ну, наверное, за ферзя получится какая-то компенсация. Там можно коня вернуть назад, на ладят С5 побить ДЦ. Но ясное дело, что с практической точки зрения черными, наверное, играть немножко попроще. Вот. Вы знаете, Б5 именно так и играли здесь люди. Полно партий. Бакро, Неги. 2013 ход. А, ну, то есть, судя по всему, друзья мои, судя по всему, все это известно в отдельно взятых регионах страны. И после хода Б5 по науке полагается отступать ферзь Б3. То есть и не конь Б5, но в этом случае, наверное, слон Е6 имеет некоторый смысл. В данном случае ход Д5, ну, там боев не хватает, а бить на С5 по-прежнему нельзя. Ну, а если ферзь уходит, то начинаются всякие ужасы около белого короля. Итак, после хода Б5 надо быстро играть ферзь Б3, что Александр и сделал. Ну, а теперь я все-таки включаю компьютерную программу и попробую вам объяснить, что да как. Так, вот сейчас моя компьютерная программа работает. Я пока хотел бы поблагодарить организаторов и спонсоров данного турнира. Ну, во-первых, правительство Югры и губернатора, местные шахматные федерации, генеральный партнер нашего турнира «Газпромнефть» «Хантас», официальный перевозчик авиакомпании «ЮТЕЙР», информационные партнеры агентства «ТАСС» и телеканал «Матч ТВ». Вот, действительно, очень тяжело, очень тяжело и, ну, просто накладно организовывать такие турниры. Один только призовой фонд, 1 миллион 600 тысяч долларов, согласитесь, на дороге не валяются. Итак, после ферзь Б3 компьютер, вот мой, ну, я включил просто Stockfish 10 сейчас, самую ходовую программу, ну, он говорит, что перевес белых не настолько велик, как казалось изначально, и пишет такой забавный вариант, слон Е6, Д5, слон Ж4. То есть, видимо, ослабляем пункт Е5, то есть одна из идей взять на Ф3, взять на Е5. Бьем слон ЙБ5, ну, у белых тоже свои преимущества, там, кстати, при случае потом и на С5 можно будет взять. Я уж не знаю, кстати, почему сразу на С5 не берем, но это дела компьютерные, конечно. Дайте-ка еще раз, слон Е6, Д5, слон Ж4, ну, по виду, опять-таки, какая-то невероятная чушь. А вот на слон бьет С5, компьютер просто демонстрирует ход А5. То есть, черные здесь расстаются с пешками, за здорово живешь. Налево-направо рассыпают, ну, понятное дело, что король на С1 расположен достаточно вызывающе. И, тем не менее, вот здесь все-таки преимущество у белых. После слон бьет Б5, белый ферзь может вернуться на С4, да, белого короля добраться тяжело. Ну, а у белых все-таки очень и очень симпатичный центр. Так что, наверное, это не решение проблемы. Ну, допустим, слон Ф3, ЖФ, слон Е5, слон С5. Здесь играем А5, ну, просто надо еще пешки всегда иметь в виду. Сколько белых лишних, давайте поймем. Мне кажется, одна. Ну, вот можно сыграть А3, задать неудобный вопрос этому коню. Можно просто сыграть ферзь С4, можно вести короля на Б1. Похоже, что полной компенсации за пешку у черных нет. Отсюда вывод. Наверное, слон Е6 это не... Ну, а это, кстати, ход встречался. Ход слон Е6 встречался на практике. Еще что встречался? Разумеется, СД. То есть, прямое взятие на Д4 тоже надо смотреть. И мой компьютер, мой стоквиш говорит, что это, наверное, лучший ход. Белые играют комбьет Д4. Комбьет Д4. Черным пока не до пешки Е5. Дело в том, что подвисает конь на Б4. Вот. Ну, здесь нужно быть особо изощренным шахматистом, чтобы увидеть ответ черных. Итак, конь висит, но на самом деле спасать его надо косвенно, не напрямую. То есть, если этот конь уходит, может быть, еще и Е6 какой-то ход последует. Вот представьте себе, конь ушел, Е6 так вставили, разбили структуру, там противостояние ладьи черного ферзя. И плюс на Б5 висит. В общем, совсем беда. Здесь есть точнейший ход Ферзь С8. Восклицательный знак. Итак, от Е6 защитились. А если Ферзь бьет на Б4, то, скорее всего, насколько я понимаю компьютерную мысль, черные играют А5. И потом, следующим ходом, играют Б4. В конце концов, что-то они там будут отыгрывать в итоге. Ну, чем дело кончится? Скорее всего, в итоге у белых будет лишняя пешка, у черных будет определенная компенсация, связанная с неказистым положением белого короля. Ну, скажу вам откровенно, друзья. Если эту позицию не знаешь, и идешь на нее за доской с чистого листа, можно проиграть и белыми, и черными, особенно черными. Вот видим сейчас, что Ян непомнящий думает. И это очень тревожный момент. Просто если бы Ян знал, я просто знаю его стилистику, знаю его подход к шахматной борьбе. Если бы Ян знал бы здесь точный вариант за черных, как надо играть, он играл бы быстро. Ну, а сейчас, мне кажется, он смутно что-то припоминает, но не помнит этого наверняка. И поэтому находится в чрезвычайно сложном положении. Ну, а Александр Предке, я уверен, все-таки готов. Раз уж он сам белыми избрал этот вариант, именно от белых зависело, в какой вариант пойдем. В этом, кстати, одна из органических проблем Грюнфельда. У белых слишком много возможностей. Везде у черных все хорошо, везде хорошо, если ты знаешь. И вот это самое «если» – это ключевой момент. Нужно много работать, чтобы Грюнфельд поддерживать в рабочем состоянии и всегда, всегда выдавать в практической партии точные анализы. Ну, вот мы видим, что даже Ян непомнящий с его феноменальной памятью, с его колоссальной дебютной подготовкой, Владимир Поткин и другие секунданты у него есть, которые помогают Янчику. Так вот, даже он иногда вот оказывается в такой ситуации. Да не только он. Вот взять, например, Максима Вашьелограма, вот один из самых выдающихся Грюнфельдистов нашего времени. Тоже вот играет, играет в супер турнирах Грюнфельд. Потом бац, встречается какой-то вариант, который не встречался пару лет. Максим там все забывает, по ходу партии пытается что-то родить, придумать и проигрывает. Вот он проиграл Вашьелограм. Ой, проиграл Вашьелограм, проиграл Вашьелограм, это было бы здорово, и даже литературно. Он проиграл Магнусу Карлсену, и он проиграл Мамедьярову. Очень важной партии этим летом. Я сам это лично видел. Вот, так что, сколько Грюнфельд не учи, а все равно могут быть проблемы. Особенно, если соперник хорошо готов, например, как Александр Предке. Ну что, пожелаем успеха обоим шахматистам. На самом деле, здесь борьба-то только начинается. И я, кстати, верю, что Ян способен найти вот этот маленький трюк. Здесь компьютер дальше пишет Ф4, просто защищаем пешку. А5, как будто без угроз А3, конь С6, и еще едим на Б5. Ну, так белые получают личную пешку. Ну, с другой стороны, это только пешка. Можно же ладью на Б8 поставить, может быть, ладья с Д8 выйдет. Тут, с учетом того, что на доске все фигуры находятся, и ферзевый фланг все-таки приоткрыт, Яну, талантливому шахматисту, есть где развернуться, и есть где поставить сопернику трудные задачи. Надо только вспомнить. Вот сейчас два хода, от которых зависит судьба Яна Александровича. Надо побить на Д4, сыграть в Ф8, а дальше все наладится. Если он этого не сделает, то тогда, ну, я боюсь, что его прихватят всерьез. Ладушки. Я, кстати, даже, мне почему-то кажется, что эти варианты хорошо известны в элитных кругах. Да, вот некоторые герой фельдисты даже все это знают. Сейчас с интересом слушают мои изыскания, мое творчество. В прямом эфире думают, ну, Сергей Юрьевич, ну что ж такое, не знаете, такие элементарные варианты, довольно стыдно. Вот. Ну, хорошо, да, у каждого своя специализация, да. Вот. Пойдем дальше. Так, Левон Аронян, ну, он вчера черными фигурами очень уверенно, кстати, классно, классно играл вчера Лева. Просто видно, что вот человек, человек вошел в такой рабочий режим и демонстрирует свои лучшие шахматы. Ну, вот у него, кстати, вот этот, вот этот циник просто взял на французской защите, разменялся на Д5. Ну, почему бы и нет? Конечно, про партию Гуревич с шортом я вспоминал много раз, но все-таки, объективно говоря, шансы белых здесь на ничью здесь гигантские. Ну, к тому же, к тому же, у белых все-таки есть лишний темп, иногда у белых даже маленький плюсик получается. Ну, как я понимаю, белые собираются чернопольного слона все-таки в какой-то момент разменять. Особых проблем у них нет и быть не может. На слон Ф5, кстати, не обязательно менять белопольных слонов, я бы отступил слон Е2. Ну, просто на всякий случай из вредности. А потом уже меняемся на Д6 и так далее, и так далее. Вот единственный вопрос, который здесь необходимо задать, какая будет дальнейшая судьба белого короля? То есть, отважится ли Ливон аркировать в короткую сторону? Ведь в этом случае будут разносторонние аркировки, у черных появятся какие-то идеи матовой атаки, да, ладья пойдет на Ж8, пешка на Ж5. К тому же, при пешке наш, ты действительно возможно в скрытии игры. Или же, или же Ливон по-простецки уберет Ферзя с Д1, потом, ну, в будущем, да, и потом сыграет Т0. Тогда уже не будет какого-то повода для большой остроты. Да, слон Ф5, кстати, уже сыграно. Ну что, Левушка, как мы поступим с этими слонами? Нет, размен не является собой какую-то реальную проблему, но все-таки, знаете, слон на этой немножечко пассивной, два слона такая магическая комбинация, ее иногда хочется сохранить. Я бы сыграл слон Е2, во всяком случае, в Блице. То есть, я сейчас, когда я в эфире что-то комментирую, я фактически играю в Блице, ничего больше. Вот, в условиях Блице я бы поставил слона на Е2, сохранил бы, на всякий случай, Белопольников, а Вось пригодятся. Ну, а Ливон Аронян, он играет серьезную партию, поэтому сейчас будет думать. Вот эта процедура закатывания рукавов для Ливона Ароняна является такой ритуальной, ну, такой вот способ мобилизовать себя, да, способ показать свою уверенность, ну, и так далее, и так далее. Ну, это внутренние процессы, на самом деле. Я уверен, что это направлено не на соперника, не на публику, а это вот свое внутреннее ощущение. Ему, чтобы хорошо играть, надо периодически двигать плечами. Все мы видим, как Ливон постоянно вот так разминается, и, естественно, закатывание рукавов тоже вот много-много раз встречалось. Вот, вот, да, вот надо размяться сейчас, подвигаться налево, направо, утонья гимнастика начинается. Ну, я просто, знаете, я Ароняна наблюдаю уже 20 лет примерно, и поэтому все вот, если бы даже вот представьте себе, на лице была бы маска. Маска с совершенно чужим, незнакомым лицом. Я просто по движению тела сразу бы сказал, ну, это Левушка, ну, кто так может еще вести себя, да, кто может так двигаться? Только он. Ну, те шахматисты, которым тоже необходимо периодически двигаться, да, и разминаться, ну, что-то похоже делают, и все равно своеобразие здесь налицо. Ну, ладно, мы идем дальше, к следующему столику Косымжанов-Мамидьяров, это у нас какой столик, дай бог памяти, где-то в районе седьмого стола. Вот видим, что Косымжанов уже покинул место свое и оставляет в задумчивости Мамидьярова. Ну, что, я уже говорил, что Евгений Томашевский, вот вчера нам показывал этот вариант, много объяснял, в итальянской партии белые уклоняются от размены белопольных слонов, этот слон меняется даже на С6. Ну, а черные довольно неожиданно превращают ферзя пока что в слона. То есть ферзь и слон пока единые целые, напали на пешку Ф2, ладья Е2, белый не торопится с разменами, А4, пространством захватываем на всякий случай, конь Ж3. Ну, и вот здесь Евгений Томашевский вчера сыграл слон Б6. Ну, вот он же в интервью говорил, что есть еще ход ферзь А5. Именно так и играет Мамидьяров, размениваемся. Ну, и вот вместо хода Д4, кстати, если бы сыграть Д4, могла бы получиться просто вчерашняя партия так-так. И вот здесь Аравинт, играющий против Томашевского, сделал, ну, по мнению Евгения, слабый ход слона Ф4. После конь Н5 ученых получилось все шикарно. А, или ладья Е8. А, ладья Е8. Да-да-да-да-да. То есть слон Ф4, ладья Е8, ферзь С1, конь Н5, и Женя там перехватил инициативу. Вот, а на самом деле Рустам Косымжанов решил центр пока не вскрывать. То есть его задача выдрузить коня на Ф5, и, может быть, где-то пройдет стандартная трафалетная жертва слона на А6. Ладья Е8, конь Ф5, Д5. И посмотрите, что сделал Рустам-то. Он побил на А6 сразу, причем не слоном, а конем. Вот это да. Вот это фокус. Вот это покус. Да, но тут, вы знаете, посмотрите, пожалуйста, на показания часов. Косымжанов явно все это знает. Косымжанов явно все это дома анализировал. И, понятное дело, что перспектива появления белого ферзя, где-то в районе поля Ж5 или А5, очень опасна для черного короля. У белых две пешки за фигуру, но самое главное, что при ферзях здесь черных ждут именно серьезные матовые неприятности. Давайте я здесь посмотрю, ну хотя бы вот на ретрансляционном компьютере, какая компьютерная оценка. Это много, много сейчас, многое станет понятно. Ну, на небольшой глубине железо абсолютно не видит никаких проблем. Глубина 25, ну это по нынешним меркам очень слабенькая глубина. Компьютер говорит, что все хорошо, надо срочно вскрывать центр. Белые играют ферзь Д2, чтобы все-таки туда заскочить. Теперь, если конь уходит, тогда берем конем на Е4, но тут черные ловко перекрывают ферзью дорогу. Играют Е3 и на Ж5, во всяком случае, в ближайшем будущем белые не попадают. Ну, кстати, эту позицию можно играть и неторопливо позиционно. Дело в том, что король слабый, пешки тоже все могут в перспективе осыпаться. Не обязательно мотовать сразу, можно делать это постепенно, подъедать пешки. Так, вот говорят, что первый тайбрейк у нас уже образовался. Кто-то, видимо, сыграл быстро в ничью, две ничьи, но и шахматисты готовятся к завтрашнему дню. Вот. Но самое важное еще здесь заключается в том, что для Мамедярова эта позиция новая и свеженькая. Он не знает, как здесь точно играть. Ну, шахматист он выдающийся, голова светлая, так что разберется шахлер, будет бороться. И, понятное дело, что шансы белых отыграться, шансы Касамжанова одержать победу, как мне кажется, не больше 50%. Не больше. То есть Мамедяров вполне способен здесь устоять. Так, а мы идем потихонечку дальше. Переключаемся к столику номер... Где у нас Александр Грещук работает? К столику номер 9. Грещук играет против голландского маэстро Бока. Бенджамин Бок. Это у нас система Рогозина. Ну, в принципе, ферзовый гамбит, да, но только слон выходит не на есть, а он выходит гораздо дальше. Ну, по сути, это такой своеобразный гибрид. Защита Немцовича и ферзового гамбита. Ну, все-таки есть самостоятельные названия. Система Рогозина, да, или защита Рогозина. Аш-6. Ну, некоторые трусливые люди здесь меняются на Ф-6. Потом играют ферз А-4. Потом играют ладья Ц-1. И очень радуются от того, что черная пешка стоит на Ц-7. И не может приключиться к атаке. С другой стороны, у черных два слона. Тоже не шутка. Слон А-4 – это ход смелого человека, хорошо подготовленного в теории. Вот он, кстати, сейчас на ваших глазах. Бенджамин Бок не боится разработок Грещука. Е-3, слон Ф-5. Ну, для черных, конечно, было бы очень выгодно разменять белопольных слонов на поле Д-3. В принципе, размен белопольных слонов в этой структуре очень перспективен для черных. Слон Е-2. Белые сохраняют побольше фигур. Нажимают на слона. Либо преимущество двух слонов хотят получить либо на Д-5 съесть, либо на Б-7. Черные упираются ходом Ф-7. А-3. Ну, здесь уже приходится принимать трудные решения. С другой стороны, Б-С. Ах, вот так вот. Ну, если ферзь С-3, тогда на ферзь С-3 может быть даже Ж-5 и конь Е-4. Может быть, такая вот волшебная игра может пройти. Потому что если побить на С-7, тогда ладья С-8, ладья вторгается на С-2. Ну, там начинаются какие-то ужасы. Вот. Это я к примеру говорю. Вот. Но последовал ход Б-С. Теперь, конечно, у белых фантастически надежный центр. Что делать с пешкой Б-7? Ответ последовал грандиозный. Черный просто ставит ее под бой. Если слоб Б-5, наверное, ладья Б-8 какая-то связочка. С инициативой черных. Если ферзь Б-5, тем более. Там ладья проникает на поле Б-2. Ну, в общем, подумал-подумал здесь голландский гроссмейстер. А, кстати, времени действительно у него прошло много. Разменял зачем-то на Ф-6. Не взял на поле Б-5. Ну, позволил черным спокойненько утвердить эту структуру. Я считаю, что здесь ни о каком перевесе белых говорить нельзя. То есть, Грещук в полном порядке ферзь Б-4. Ну, если разменяться на Б-4, тогда белый получит доступ к пешке С-6. Тоже не смертельно. Ну, а зачем это нужно, да? Ну, даже, в принципе, эта структура абсолютно нормальная. Тут можно как-то коня потом вести на поле С-4. Ладья С-1. Скажем, ладья А. Подождите. Тут как защищать-то? Если ладья Ф-С-8 после А-Б-А-Б, там можно где-то пешку С-6. Слонан Д-7, не поставивший закон Е-5. В общем, возможно, черные просто не успеют сделать то, что я хотел. Отсюда вывод. Не надо менять ферзей именно таким образом. А если сыграть ладья Е-8, то другая проблема. Размен-размен, и неожиданно крошится пункт Б-5. Видите, из-за ладьи на А-8, которая там задержалась и подвисает. Так, елки зеленые. А может быть, моя фраза про то, что о перевесе белых нельзя говорить, ложно? А что тогда истинно? Где, в чем истинно, друзья? Ну, может быть, ферзь С-7 надо сыграть. Просто уклониться от размена и потом постепенно подвигать фигуры, потому что никаких пешечных навалов со стороны белых не видно. Ну, может быть, они здесь попробуют сдвоиться при вертикали А, опять-таки угрожая где-то разменам на Б-5. Если черные вводят ладью С-8, тогда, извините, все-таки вторжение при вертикали А у белых всегда будет в кармане. Так что это тоже какая-то проблема. Все, друзья, беру свои слова назад. Вот у шахматистов нет такой возможности брать ходы назад. А у меня у комментатора есть. И я с легкостью неимоверной говорю, что, может быть, белый еще поддавливает, поддавливает, может быть, Грещуку еще придется поработать. Ну, мы видим, что он действительно работает. Обхватил голову руками, пока еще не наклонился низко над доской. Знаете, угол наклона спины Грещука для меня очень важный фактор. Когда Грещук наклоняется совсем над доской, значит, очень уже тяжело. Значит, уже очень-очень напряженно. То есть он буквально иногда ложится на доску, там вот висит где-то в районе поля Д-5, фактически своей головой, да. Но пока он еще держится достаточно прямолинейно, так что еще жить можно. Ну, что, Саша, держись. И спину надо держать попрямее. Вот Гата Камского нет у нас. Нет у нас классика. Нет у нас классика шахматной анатомии в Хантамансийске. Вот чья спина есть образец для подражания. Идеально, идеально прямой склон. Ну, и Гата Камский буквально возвышается над столиком, над соперниками. Ну, вот мы видим, что и Санан Сюгиров вдалеке, и Александр Грещук все-таки сутулиться. Все-таки как-то вот с ортопедической точки зрения сидят-то довольно сомнительно. Долго так спина не выдержит. Кстати, вот шутки шутками. Вы помните, что, например, у Владимира Крамника, достаточно молодого, на мой взгляд, человека, уже там к 30-35 годам уже проблемы со спиной были серьезные. То есть, вспоминаем этот самый скандальный матч в Элисте, когда он играл против Веселина Топалу. Там у Владимира Борисовича просто трещала спина. И Владимир выходил в комнату отдыха, там делал какие-то упражнения, как-то что-то со спиной пытался что-то делать. Понимаете сами, что играть в таком состоянии чрезвычайно тяжело. Так что, если со спиной непорядок у шахматиста, тогда, извините, очень-очень трудно действовать хорошо. Ну, возможно, Александру от природы Господь дал надежную, крепкую и гибкую спину. Дай-то Бог, чтобы это было продолжалось как можно дольше. Но видеть этот горб очень тяжело. Сами понимаете. Так, вот, вот, Саша, молодец. Лучше так посиди. Но желание проникнуть в позицию, желание сделать сильный ход, все равно сильнее желание сохранить себя. И Саша снова погружается. Ну, дай Бог ему успеха. И крепкого, крепкого здоровья. Хорошо, продолжаем, продолжаем работать. Кстати, побил, побил на Е4. Друзья, вот дайте-ка я вернусь на секундочку. Косымжанов против Мамедьярова. Было сыграно ДЕ. А знаете, что здесь демонстрирует компьютер? Вот он говорил, что здесь ферз Д2, какой-то жалкий ход. И говорит, а надо побить ладьей на Е4. Вот это весело. Вот это шустро. И в случае конь Бет Е4, ну, как я понимаю, наивного ответа, следует конь Бет Е4. И, по-моему, друзья, по-моему, это просто мат. Потому что конь метит на Ф6. Ферз вот сейчас вот готов тоже выскочить. Черные, по-моему, не успеют защитить своего короля. Давайте, значит, конь Е4, слон Е7. Ну, просто, наверное, ферз Ф3 с идеей, с двумя идеями. Во-первых, мат Д2 хода, да? Во-вторых, где-то конь на Ф6 тоже может не длиться. А, ферз Ф3 это все. Друзья, вот если дойдем до такой позиции, то Мамедьяров просто может готовиться к тайбрейку. Потому что эта позиция не держится. Ну, давайте посмотрим. Если, скажем, король Х7, то, наверное, ферз Х5, я так думаю, да? Да, король Х7 это единственный способ избежать прямого мата. Но все равно мат последует. Ферз Х5, видно, что черному королю совсем тяжко. Ну, что, наверное, король Ж8 надо снова играть. Король Ж8. Эх ты, елки зеленые. Вы знаете, какой здесь единственный выигрывающий ход? Вот кажется, что три фигуры вот-вот заматуют. Ничего подобного. Компьютер сообщает, что когда три фигуры атакуют, это очень опасно. Но когда атакуют четыре, и вот это уже, это уже все, конец. Блеск. Понимаете, вот ты иногда смотришь компьютерные анализы, думаешь, насколько же это высоко. Что это прямо настоящий режим Бога включается. И тут вот такие, на таких вещах надо просто учиться. Ну что, Рустам, бери на И-4 ладьей, и будет тебе счастье. Ну, интересно просто вот, где закончились его анализы. Просто если он здесь с компьютером эту позицию бы еще бы пошерстил, конечно, ход ладья И-4 он нашел бы и побил бы на И-4 почти мгновенно. Вот. Но после ладья И-4 у белых действительно мощнейшая инициатива. Ну, там ферз просто может на Ф-3 выйти, да. И вторую ладью, кстати, подгоним на поле Е-1. Ну, по виду, по виду, черным здесь очень-очень трудно. А с учетом того, что Мамедиаров явно эту позицию не знает, и изучает фактически с нуля сейчас за доской, ну, мне кажется, что, ну, очень близко к результату 1-0. Вот я просто вернулся, потому что неожиданно увидел на своем компьютере еще вот такую рекомендацию. Согласитесь, производит большое впечатление. Ну, ладно, Александр Гречук пока не сделал ход, его страдания продолжаются, а мы переключаемся. Кстати, вот кого мы почти не смотрели, вот Раджабов-Сюгиров. Это у нас столик примерно номер 10. Да, столик номер 10. Ну, Санан Сюгиров, молодой шахматист, по-прежнему молодой. Он из Калмыкии, ну, жил в Липецке, я не знаю, где сейчас. Где сейчас Санан обитает, шахматисты люди, птицы перелетные. Ну, вот какой-то тарош у нас, да, где-то как-то разгружаем центр. Санан ставит слона на бассейн. Ну, такая известная расстановочка. Ну, единственное, что, конечно, в идеале все-таки ученых пешка должна ставить на А7. То есть то, что пешка встала на А6, это небольшое, я бы сказал, небольшое ухудшение позиции. Ну, идея-то простая, да, что как только сыграешь ладья С8, после ЦД пешка на А6 просто-напросто потеряется. Поэтому, ну, и вот конь С6 сыграно. Ну, сейчас белые будут расставлять фигуры, ой, ладьи по центру. Надо ли это, надо, вот расстановка ладей здесь одна из сложных проблем. Иногда, кстати, знаете, как играют? Иногда играют ладья А на Д1, а ладью на Ф1 просто оставляют. Идея заключается в том, что белые где-то могут метнуть коня на Е5, а пешка с Ф2 идет на Ф4. И возникают очень перспективные атакующие позиции. А сыграно ладья АС1. То есть Теймур Раджабов играет более солидно. Ну, опять-таки, учитывая вот этот позиционный фактор. Выпад конь Б4 теперь уже не опасен, потому что белый слон скрывается от преследования на поле Б1. Ну, что могу сказать, у белых небольшой, но стойкий перевес. Сложное, такое взрывоопасное положение. Полно фигур на доске. Ну, и, мне кажется, Санану здесь придется нелегко. А теперь мы переходим к следующему столику, номер 11. Ну, опять-таки, может быть, кандидат на реванш. Иван Чапаринов белыми сражается против Владика Артемьева. И Ивана устраивает только победа. Что мы видим? Славянская защита. Вариант Чабаненко. С5. Ну, одно из таких классических возражений, когда люди первый раз видели ход А6. Всем казалось, что это очень сомнительно. Тут пункт Б6, видите, такой слабенький. Ну, и как-то на ферзовом фланге зажимаем. Ну, и первая идея у черных, на самом деле, были все-таки сыграть Б6. И попробовать как-то на ферзовом фланге прорваться. Но здесь-то как раз у белых игра очень простая. Конь идет на А4, слон на Д2, ладья на С1. Совсем все проблемы решить не удается. Но мудрые отцы, наставники сказали следующее. Что черные не обязаны вообще как-то реагировать на ферзовом фланге. Их задача другая. Они собираются в будущем, несмотря на все противодействие белых, а вот оно противодействие, провести Е7, Е5. Ну, для того, чтобы согнать этого слона обычно коня на А5 ставят, ну, в данном случае белые успели сыграть А3. Теперь конь А5 лишено смысла. Е3, конь БД7. Так и вот начинаются загадочные маневры коня. Конь идет на С7, ладья идет на Е8, и ход Е5 все-таки рано или поздно будет исполнен. Ну, это все очень хорошо известно, причем уже примерно это лет 20-25. Е5 сразу. То есть, в принципе, я видел, когда здесь черные играли все-таки ладья Е8. Сыгран немедленно Е5. Ну, ход слона Ж3, конечно, можно было бы немножко прокомментировать. Он такой вкратчивый, хитрый, осторожный. Ну, а с другой стороны, кажется, что с точки зрения борьбы против Е5, это потеря темпа. Неужели у белых не было более каких-то, более действенных мер? Ну, хорошо, это отдельный теоретический вопрос. Ясно, что Иван Чаполинов, наверное, что-то здесь знает. Итак, черные пожертвовали одну пешку и собираются ее просто отыграть. Потому что играть Ф4 нельзя, там слон подвис. Слушайте, а может быть здесь можно было сыграть слон Х2, чтобы все-таки ход Ф4 был актуален. А, нет, тогда на Х3 висит, извините, там слон Х3. Не-не-не, не пойдет. Ферзь Е5, слон Ф4, ферзь Д8. Сыграл Артемьев. Ну, на самом деле, стоит вспомнить, что его ничья устраивает. Если слон Ж3, то ферзь Е5 с удовольствием повторится. А если слон Х2? А если все-таки идем сюда? Ну, наверное, за пешку какая-то инициатива ученые должна быть. Может быть здесь ферзя на Ж4 можно сыграть. Да, вот слон-то на Х2 ушел. И вот теперь ферзь Х4, ну, с последующим ладья Е8. Да, если белые играют Ф4, я вот думаю, кстати, вот в подобных структурах даже вот Ф6 есть интересный маневр, потому что, ну, наверное, здесь структура у белых получается довольно сомнительная. Ну, разве что Е4 можно могучим образом провести. Вот ладушки. После хода слон Х2, думает сейчас Владислав Артемьев. Меня смущает то, что Владик очень много времени тратит. Смотрите, просто он потратил уже на самом деле 40 минут. Я, конечно, понимаю, что час 30 минус 54, это будет 35. Но давайте не забывать про фишеровское добавление, да, про 30 секунд на каждый ход. То есть на самом деле он больше 40 минут уже отдал. Слон Х2 сыграно, и, ну, надо все-таки доказать, что за пешка что-то есть. А может быть просто сыграть ладья Е8? Попробовать вынудить ход Ф4 и здесь сыграть Ф6? То есть получить вот такую структуру. Здесь уже Е4 провести сложнее. Слон на Х2, скажем так, закрыт и обесценен. У черных есть идея слона Ф5, ферз Е7. Возможно, к пешке Ц5 можно приставать путем конь Е6. Ну, выглядит, во всяком случае, логично, надежно. Ну, ладья Е8, мне кажется, Владик наверняка тоже будет рассматривать. А белый что буду рассматривать? Я думаю, что ход Е4. Напрямик, может быть, надо пробиваться. Теперь, если сыграть Д4, то конь А4 отличный ход. На слон Е5 еще, может быть, Ф4 поставим. Потом, может быть, пешка на Е5 пойдет. Ну, то есть как-то вот постепенно можно черных зажимать. А конь, кстати, через Б6 куда-то попрыгает. Так что, я бы сказал, что дебют складывается весьма тревожно для российского гроссмейстера. И длительность его размышлений наводит на мысль, что ему трудно. Так, ну что, согласились на ничью у нас? Да, норвежские и российские молодые люди, сверстники Кристиансен и Алексеенко, сыграют завтра в быстрые шахматы. Так что, здесь, может быть, борьба только начинается. Ну что, Ладьяй-8 сыграл Владик. Ну, не могу сказать, что это большое достижение угадать такой ход. Настолько естественный и, скорее всего, небезобразный. Абсолютно нормальный ход. Хорошо, идем дальше. И, наконец-то, Сергей Корякин. Я понимаю, у нас в интернете много его болельщиков. Так, 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 так. Что у нас? Кстати, что у нас, народ? Как там Саня Горячук? Саня Горячук защищается. Нормально, все хорошо. За Сашу не беспокойтесь. Думаю, что еще пару кругов он обязан пройти. Ну, сейчас соперник ему, на самом деле, по силам. При всем уважении к Бенджамину Боку, все-таки классы игроков немножечко разные. Так, ну давайте. Сергей Корякин играет черными фигурами. Опять итальянка. Опять все эти навязшие в зубах действия. Правда, тут слон на же пять вышел. Чуть-чуть интереснее. Да, не два нуля, не А4, а Ш6. Так, вызываем огонек-то на себя. И Сергей Корякин делает это. Конь Аш5. Да, а тут конь то ли хочет разменяться, то ли хочет встать на Ф4, неизвестно. Слон Д5. Но есть такая система, когда коню поля С4 освобождается. Слон А7, конь С4. Да. И вот здесь Сергей задумался, причем надолго. Видимо, теория неожиданно кончилась. Сколько не учи, сколько не зубри, а все равно всегда есть возможность уклониться и сделать интересные, непроигрывающие ходы, которые ведут к самостоятельно интересной борьбе. Ну, я замечу любопытную особенность. У белых король на 1, у черных король на 8. Никто не хотел умирать, никто не хотел рокировать. Я так это трактую. Стоит белым здесь сделать ход шаблонный 2-0, видимо, попадают под прямую матовую атаку. Там ладья Ж8, конь Ф4, Аш5 и так далее. Так что, я полагаю, что вот, если кто-то из деток в подобных позициях сделает ход 2-0, мол, меня же тренеры учили, что надо рокировать, а потом уже делать все остальное. Ну, вот иногда надо учитывать конкретные особенности. У черных такие надвинутые пешки, у черных ладья, на самом деле, находятся на боевой позиции. Так что здесь рокировать не надо. Ну, черные, на самом деле, рокировать, наверное, могут. Ну, там на Аш4 всегда есть ход Ж4. То есть, тут-то белым как раз вскрыть линии на королевском фланге очень непросто. Ну, опять-таки, надо еще посмотреть. Может быть, ему и в центре пока неплохо. Я бы сыграл, наверное, слон Д7. Вот. Правда, не могу сказать, что у черных есть такая возможность Т0, потому что за белых пешечная атака тоже здесь. Что называется, подготовленная на мази. Ну, слон Д7 просто немножко развивающий ход. Ну, тут надо мыслить не отдельными ходами, надо мыслить схемами, планами, кто куда идет, зачем и почему. Вот хороший кадр, кстати, мы нашли. Петр Свидлер сомневается. К его партии с Есипенко мы сейчас придем. А Сергей Корякин неотревно смотрит на доску. Играют жалваки. Ну, да, да, да. Вот тяжелая работа у шахматиста. Кстати, зубы иногда сжимаются прямо до крови в деснах. Бывает такое в моменты наивысшего напряжения. Я просто знаю шахматистов, у которых вот такой парадонтит шахматный действительно стал настоящей проблемой. Как цейтнот потом приходит там, просто кровь во рту получается, да. Потому что там так перенапрягаются люди. Так вот, особенно если в цейтнот влезаешь, то там уже организм начинает действительно как-то уже перегружаться. Ладушки. Сергей Корякин, мне кажется, у него пока в этом плане все в порядке. Да, это бог цейтнота сегодня избежит. Хотя соперник у него, еще раз подчеркну, очень опасный. Так, и мы переключаемся к партии Накамуры, которая играет на 14-м столике. Как Хикару будет выигрывать Ливию Дитера Несипяна. Так, это русская партия, размена Ц3. Ну что, разносторонние рокировки. Это весьма перспективно с точки зрения живой бойцовской игры. Ну, ход Ц5, вы знаете, сейчас мода такая. Мода пошла, вот просто пешку на Ц5 ставит, коня на Ц6, слон Е6 и проводит Д5. То есть прежде чем выводить коня, сначала говорят, что пешечку надо прокинуть вперед, отнимаем у белых пункт Д4, а пешка Д6 на самом деле не очень-то и слабая. Хотя бы потому, что она иногда и чаще всего идет вперед. Х4. Ну, это сигнал. Трубит Горн к атаке. Ф6. Таким образом, не пускают на Ж5 белого коня, но у него находятся другие маршруты. Я, кстати, не просто так поле Ж6 здесь рисую, потому что иногда жертва фигуры на поле Ж6 это вовсе не жертва. Скрывается вертикаль А, черный король получает мат. Другое дело, что, может быть, после коня Ж6 брать этого коня не обязательно. Вот. Ну, естественно, слон на Д3 где-то выходит, ну и дальше начинается что-то страшное. А отсюда вывод. Черным надо тоже играть активно, энергично. Ну, раз белый конь отстранился от центра, всегда надо смотреть прорывы Д4. Всегда, то есть на каждом ходу. Возможно, есть время для того, чтобы вести ферзя, поставить ладью на Д8 и после этого уже Д4 играть. Но не исключаю, что есть и другие интересные идеи. Отмечу только одно. Пешку на Ф6 в подобных структурах редко приходится видеть. Опять-таки, может быть, это что-то новое, новомодное, но я этого не знаю. Но мне кажется, что Накамура играет правильно, агрессивно. И вот сейчас вы видите крупным планом, невозможно крупный план, кстати, такой прям. Буквально залезли в душу румынскому гроссмейстеру. Просто в душу ему смотрим. Он не выглядит веселым, да? Он не выглядит веселым. Даже брови приподнимаются, мол, как же так? А жизнь-то так хороша была. Я вел в счете, и тут на меня так нападают. Ну, иногда люди с таким горестным выражением лица легко и уверенно выигрывают. И выражение лица абсолютно не меняется при этом, да? То есть, может быть, просто по жизни у него такой угрюмый, спокойный вид. Ну, хорошо. А Нисипянов известный, опытный, классный шахматист. И Накамури будет нелегко. А мы переключаемся к столику номер 15. Андрейкин Джумабаев. Ну, вчера, вы знаете, Андрейкин меня немножко удивил. Мне показалось, что по дебюту он получил очень перспективную игру. Помните, там, в сицилианской защите с пунктом Д5. Ну, вместо того, чтобы продолжить борьбу, он просто предложил ничью. Сейчас у нас ферзовый гамбит. Разгрузочки. Ну, вот ход С5 как раз говорит о том, что если бы еще на Д4 поменяться, проблем почти не будет. У черных Б6, слом Б7 есть план. Но Джумабаев объявляет войну ходом Д4-Д5. Возникает интересная пешечная структура. Размен-размен. И теперь не слон С4. На что даже слон Е6, наверное, возможен ход. Или невозможен, кстати. Взяли-взяли конь Ж5. Ну, там надо смотреть варианты. Но слон С4 это первое, что надо было смотреть. А последовало слон С7. Это зачем? И слон А5. Смотрите, какой любопытный перевод. Ну, у черных был выбор. Либо оставить вертикаль Д, которой могли воспользоваться белые. Либо сыграть ладья Д7. Ну, не ладья же Д5, под слон С4 подставляться. Опа! Вот это жесть. Вот это фокус. Ну, на самом деле Андрейкин пытается использовать минусы продолжения белых. Белые побрезгивали этой пешкой, не съели. Более того, поставили слона на А5, прерывая связь ладей. То есть, если бы не было бы этого слона на А5, ход Б5 был бы откровенно глупым из-за АБ. Ладья на 8 провисает. Но здесь-то слон присутствует в природе. И поэтому пешка на С4 неожиданно остается жива. Конь Е5, ладья Д5. Такое ощущение, что Андрейкин жертвует качеством, друзья мои. На слон Ф3 он может сыграть, либо ладья бьет Е5, а может вообще эту ладью не уводить. Может быть, просто потихонечку развиться как-нибудь. Ну, скажем, слон Е6. На слон Д5 играем, конь Д5. И вот эта большая пешечная масса на ферзовом фланге, ну, за качество одна пешка, да? Но на самом деле важно, что эта большая пешечная масса дает реальнейшие перспективы образовать проходную. Ну, в общем, бойцы сейчас сцепились всерьез. Похоже, мирный итог и тайбрэк здесь не очень-то вероятны. Либо Джамабаев выиграет, либо, ну, либо одно из двух. Посмотрим. Вот. Так что Андрейкин, я так думаю, что в какой-то момент закончились его дебютные познания. Ясно, что соперник был готов лучше. И Дмитрий прямо за доской изобрел именно такой способ осложнить игру соперника. Ну, какая-то вот нестандартное осложнение. Очень интересно. Андрейкин очень талантлив, зрелый шахматист. И поэтому к его замыслам относимся с глубочайшим уважением. И, ну, вот я просто посмотрю на позицию, первый раз, конечно, ее вижу. Мне кажется, что замысел очень интересный. Потому что по центру фигуры черный будет стоять классно. Если эту структуру разбить нельзя, а ее нельзя разбить. Ладьи, наверное, не меняются. Компенсация ученых, по-моему, очень-очень приличная. С другой стороны, любой комментатор вам скажет, что качество это качество. Все-таки тоже, может быть, имеет определенный вес. Так, Федосеев. Так, ну, вы знаете, ничья в партии Кристиансона-Алексеенко. Ну, там четыре коня. Да, я вот уже по заключительной позиции вижу, что это было. Что, на Ф6 просто разменялся? Ну, да, да, по-моему, на Ф6 где-то... Да, вот А6. Помните, что вот такую же позицию мы видели в Дин Лежене? Ну, он не сыграл А6, он сыграл ладья Б8. Ну, после А6 просто все пробилось. И вот эти аншпили равные. Что и было подтверждено. Даже не буду здесь рассматривать. Какой-то разноцвет. Скучно, девушки, скучно. Да, и согласились на ничью. Ну, а теперь смотрим партию, в которой никаких ничьих нет и быть не может. Владимиру Федосееву нужна только победа. И он уже взял, возможно, отравленную пешку на А7. Смотрим, как это было. Так, там у нас Петр Вениаминович Свидлер разгуливает на свободе, да? Сейчас мы его будем ловить. Но эта партия Сисипенко последует чуть-чуть позже. Так, Флор, Микенос и другие шахматисты когда-то родили этот вариант. И в итоге, ну, вот здесь, кстати, аналогичная идея. Размен на ФТ белые не боятся. Берем ферзем и потом ЖФ. Получается, ну, я, мне, честно говоря, я, честно говоря, считал, что ферзь бьет ФТ, надо бить. И тот эндшпиль чуть-чуть получше у белых. Ну, у Федосеева такое кровожадное сейчас настроение. Ему, наверное, хочется как можно более сложную игру. Поэтому он не идет на поводу соперника, не хочет здесь меняться. Аж 4. Ну, угроза солидная. Защищаемся. Ферзь А4. Напали на пешку А7. И Пентала Харикришна эту пешку отдал. Ну, пешка, не орешка. Может пригодиться. Ладья Д1. В белых, на самом деле, очень прочное построение в центре. Видите, слоны работают в качестве такого цементного раствора. Соединяя кирпичики пешек. И, ну, черным надо еще как-то здесь найти свою контр-игру. А у белых ближайшая задача, конечно же, вернуть Ферзя на базу. Если Ферзь возвращается, то тогда, может быть, эта лишняя пешка будет иметь какой-то смысл и вес. Ладья И8 сыграна. Ну, я подозреваю, что уже где-то подграживает какая-то... Не то, чтобы угрожает, а именно пограживает. Жертва качества на Е4 и с последующим Ферзь Ф3 взяли. Ну, и там как-то до белого короля потихонечку можно будет добираться. Ну, что, Володя, вот первое желание у меня, на самом деле, сыграть Ферзь Б7. Чтобы просто защитить пункт Е4. И, ну, хотя бы по диагонали этот Ферз... Ну, давайте, вот я вот такой ход сделаю. Хотя бы по диагонали этот Ферзь будет работать. Кстати, про Андрейкина я угадал верно. На слон Ф3 действительно сыгран на слон Е6. Ну, что, Дмитрий Борис, Ренат Дави. Да, интересная, интересная партия. Но здесь у Федосеева тоже, вы знаете, все очень-очень цветасто, очень подвижно и очень боево. Так что приятно видеть этих бойцов. Ну, а теперь партия, с которой у меня особое, особое такое отношение. Андрей Есипенко борется против Петра Свидлера. И это, конечно же, Грюнфельд. Ну, конечно же. Петр Ваниаминович в течение 20 лет был главным Грюнфельдистом планеты Земля. Ну, сейчас есть Грюнфельдисты и покруче. Да, сейчас Максим Вашьелла граф, Ян Непомнящий. Но вот где-то с середины 90-х годов, когда как раз Петр выдвигался на околоземную орбиту, вот он стал играть в защиту Грюнфельда. И эта детская любовь у него не пропадает. Ну, по многому потому, что Грюнфельд по теории стоит очень даже хорошо. Здесь разные схемы. А Андрей Есипенко испытывал и шаг на А4, и много еще что. Ну, вот играет по науке. Ну, здесь ладья Б1, хоть не дурной. Именно после ладья Б1, кстати, Магнус Карсон обыграл Вашьелла графа. Ну, только начало теории, конечно. Вот, ладья Ц1 тоже известное продолжение. Ну, и вместо хода ладья Д8 стандартного, вместо слон Ж4 еще тоже известное продолжение. Ладья Д8, по-моему, сейчас считается главным. Вот. Было сыграно конь Д7. То есть черные вообще отказываются от идеи давления на пункт Д4. Слон Д3. Ну, наверное, тоже не единственный ход. Е5. Вот так вот черные готовятся к упрощению. Д5. Конь Ф6. Одна из идей перевести коня на Д6. Вот такую блокадочку сделать. Размен ферзей почему-то не состоялась. Ну, если разменять ферзей, наверное, берем или конем, или слоном. И там у белых идей поставить пешку на А5, чтобы образовать слабость на ферзовом фланге. Х3. Конь Е8. Ну, и черные проводят Ф5, как я понимаю. Ферзь Е2. Ф5. Слон Д2. Ну, такая культурная, грамотная перестановка. Слон идет на поле С3. То есть белые держат здесь базу на поле Е4. Ну, давайте, кстати, посмотрим, насколько они держат. Скажем, взяли-взяли. Пробили-пробили. Слон Ф5. Ну, здесь я не исключаю, что ферзь может отправиться и на А4. Может быть, этот слон пойдет на Ц, а может быть, пойдет на А6. Вот важно понимать, что ход Е4, наверное, неуместен. То есть прямой накат со стороны черных не проходит по причине... А, подождите, или проходит конь Ж5. Я просто увидел вариант А6, конь Е4. Но там... Ну, там Ж5, ферзь Ж3, там все нормально. Но, по-моему, ход слон Ф6 здесь еще какой-то есть. Видите, здесь связка-перевязка. И мата на А7 не получается. И пешка на Е4 почему-то не висит. Ну, хорошо. Может быть, и это надо рассматривать всерьез. Ну, поживем-увидим. Вот. Ну, разумеется, есть альтернативы. Можно взять на Е4 и, скажем, сыграть слон Ф5. Попробовать просто закончить развитие с идеей ладью на Е8, потом вывести. Ну, здесь есть своя тонкость. Здесь белые после размена на Е5 неожиданно могут коня через Ж5 отправить на Е6. Что, согласитесь, не всем играющим черными будет здесь приятно. Вот, ладушки. Думает Петр Вениаминович Свидлер. Как говорил наш классик, жираф большой, ему видней. Как сыграет Свидлер, так и надо здесь играть. Может быть, просто слон Д7 с идеей ладья АЕ8. Тоже ничему не будем удивляться. Вот. Что касается циферблата, здесь видно, что Есипенко сделал уже несколько своих трудных решений. Ну, позиция остается примерно в районе равенства. Не буду, не буду здесь забегать вперед. Так, да, вот действительно, Нихал Саринову 15 лет, а Андрею Сипенко у нас 17. То есть, по сравнению с Нихалом Сариновым, он уже почти взрослый мужчина. Вот. Так, Никита Витюгов ведет неторопливую позиционную игру. Это следующие какие-то столики. Сейчас вам скажу. Ну, это столик номер 20. Никита. Никита. Ну что, давай посмотрим, как Никита играет тихую, неторопливую испаночку. Ну да, здесь все как-то грамотно, по науке. Белые захватили пункт Д5 и пункт С4. Мне, кстати, очень нравится. Мне нравятся вот эти лошадки. Мне нравится эта кавалерия. Что делает конь на Ж4, непонятно. Мне кажется, немецкий гроссмейстер здесь немножечко перехитрил сам себя. У белых появляется банальная и очень, по-моему, такая перспективная игра с Ф2 и Ф4. Потому что сразу ладья включается в бой. Сразу слон с Ф2 давит на Ф7. Ну и белый ферз все время готов тоже выскочить. То есть, самое важное, здесь даже, может быть, и нет прямого перевеса. Да, если мы включим компьютер, начнем анализировать. Может, он скажет, что у ученых все замечательно. Но по-людски вот белым ясно, что делать. А что делать черным, это загадка природы. Обратите внимание на то, что немецкий шахматист уже на полчаса ушел вперед. В том смысле, что думает очень долго. Ну, на мой взгляд, здесь шансы у Никиты шикарные. Ну, мне, конечно, как шахматисту, как пароходу и человеку, интересно, как Вэй И будет отыгрываться черными фигурами в партии против Антона Гехара. Но так как для нашей русскоязычной публики, наверное, эта партия не самая интересная вывеска, ну, я и на ней и не буду останавливаться. Просто взглянул на позицию, понял, что Вэй И играет резко, грубо ослабляет все поля, но фигур-то много, они прыгают, так что шансы, наверное, есть. Антон Корбов, который вчера отметился пятиконевым окончанием, вот в окончании было пять коней на доске. То есть он потерял пешки одну за другой, но его пешка проскочила не в ферзи. Если бы он поставил пешку и превратил бы в ферзя, то там последовала бы коневая вилка, этого ферзя бы съели. Так он поставил коня специально, чтобы от вилки избежать, и поэтому к уже имеющимся за доской четырем коням прибавился пятый. И в результате за счет этого лишнего коня Корбов сумел спастись, сумел доесть последней черной пешке. Вот, ну даже вот сегодня перед туром мы с некоторыми людьми мира шахмат обсуждали, а кто вообще видел позицию с пятью конями? Редкий случай, кстати. Редкий случай, я лично вот так четко, чтобы четко вспоминать конкретную партию, я такого не помню. Пять ферзей лично я помнил. Вот была такая партия у Игоря Белова, моего друга, московского мастера, в Челябинске в 1991, по-моему, году. Я лично видел партию, где у Игоря Белова было три ферзя, у соперника было два ферзя, и при этом Игорь Белов проиграл. То есть там была такая сумасшедшая заруба. Ну, за этого ферзя там у черных было пара фигур, и еще там какой-то накат на королевском фланге. Жуткое дело, друзья, жуткое дело. Ну, на эту тему у Максима Ноткина есть соответствующие материалы журнала 64. Я для сайта Ческом снял ролик про ферзей. Правда, этот сайт, по-моему, так и не выставил этот ролик. Я им выставил. Так что у меня в загашнике этот видео, ну, большой видеоролик, посвященный большому количеству ферзей на шахматной доске. Пока не знаю, что делать с этим роликом. Показать вроде как не могу, потому что это, собственно, с сайта Ческом. Ну, как-то поделиться с людьми надо бы. Может быть, в будущем это смогу сделать. Так вот, пять коней – это здорово. И даже сегодня вот рождаются такие мысли, что надо бы нарисовать Антона Коробова в образе такого богатыря, былинного, да? Ну, а едет он не на птице-тройке, а на птице-пятерке, чтобы пять вороных, гнедых и просто в яблоках коней мчали его вперед. Ну, он большой шахматист, большой человек, ему трех коней явно недостаточно. Совершенно очевидно. Но сегодня, друзья, смотрим на позицию, сегодня пяти коням не бывать. Я верю, что можно провести третьего, но что они смогут провести и четвертого, и пятого – это уже дудки. Ну, вы знаете, может быть, Антон Коробов именно поэтому и разменивал коней соперника, да? Чтобы на всякий случай он уже настрадался в этих коневых окончаниях. Сейчас посмотрим, как эти кони белых убивались. Значит, сначала побили на Е2, видите, теперь если побить конем, тогда на Б2 пешка падает, а потом еще и на Ц3. Вот красавец, молодец. Все, он понял, что самая опасная фигура у Лек Ван Лема – это именно лошадки. Такой кавалерист вьетнамский. Ну, а со слонами я надеюсь, что Лек Ван Лем будет беспомощен как дитя. Вот. Ну, на самом деле, со стратегической точки зрения у черных действительно все выглядит симпатично. На ферзовом фланге атакуем, пешка на ЦТ слабая. Слоны, конечно, потенциально сильные, но в реальности я не вижу пока что предпринять. Ну, может быть, идея Е5 вот сейчас есть, когда только что белые сыграли ладья Д2, это вполне конкретный намек. Подвисает конь на Д7. И белые хотят действительно сыграть Е5. Посмотрим, поживем, увидим. То есть, ну, кстати, может быть, даже эту идею можно игнорировать ходом Б4. Я не исключаю, потому что на ЦБ конь Б4 как-то на Ц2 зависнет. А может быть, конец Д7 можно просто убрать. Ну, скажем, на Ф6. Почему бы нет? И тогда после Е5 уже много раз будем брать. В общем, Антоша разберется. Антоша молодец. И дай бог ему удачи. Да, вот эти он просто так, да, так, буквально на камеру так думает. Хорошо. А мы смотрим на Данила Юфу, который вчера один из героев нашего эфира. Два слона против коня не смог выиграть. Ну, кто бы смог выиграть, не имея каких-то четких знаний. Прошу поднять руку. Уверяю вас, друзья, что это очень-очень непросто. Ну, сейчас в защите Каракан, мне кажется, вполне нормальная позиция у Даниила. Ну, правда, вот у белых есть потенциально, вот реально и потенциально сильные слоны. Сейчас позиция будет скрываться. Слон на БТ вышел. Но, мне кажется, Люк играет коварно, хитро и очень интересно. С одной стороны, у черных активное, свободное, размашистое фигурное развитие. Да, вот все как-то идет куда надо. Сценты черные не уступают ни пяди. С другой стороны, конечно, видно, что пешка на Д5 уже слаба. В то время как у белых слабости, наверное, не будет. В общем, ну, там, допустим, какие-то размены произойдут. Ладья пойдет на АД1. С пешкой Д5 головной боли будет много. Так что, мне кажется, что все-таки дебют складывается скорее в пользу англичанина. Вот. Ну, накажет ли судьба Даниила за вчерашнее упущение? Он вчера, на самом деле, мог выиграться гораздо раньше, гораздо быстрее, но и в окончании тоже. То есть, я подозреваю, что шахматные боги могут разгневаться на него, ну, и как-то отплатить ему вот такой черной-черной монетой, да, неблагодарностью такой за борьбу. Ну, посмотрим. Пожелаем успеха. На самом деле, Люк Макшейн, вот на ваших экранах, он сейчас чрезвычайно симпатичный, сильный игрок. Я по нему уже много рассказывал. Кто бы здесь не выиграл, это будет все равно моим любимцем в следующих кругах. Вот. Ну, естественно, с учетом того, что Даня россиянин, конечно, болею в первую очередь за него. Так. Тем временем мой кофе остыл до ледяного состояния, а до перерыва еще мотать и мотать круги. Ладно, еще 20-25 минут поработаем. Так, Эрнест Айнаркиев играет против Сю Синью. Тут есть такой новый китайский шахматист. Буксинджи обыграл, теперь мы учим его фамилию. Вот это да! Ну, как-то в защите Немцовича ход слон Д2 обычно в партиях любителей встречается. А на самом деле ход-то абсолютно здравый. Во-первых, не даем сдвоить пешки. Во-вторых, ладья выходит. Это просто развивающий ход. Абсолютно нормальный. Е3. Крепенько так, надежно, по-человечески. Эти слон на ЦТ вышел. Красота. Красота. Ой-ой-ой. Вот размены в центре представляют интерес. О-о-о! О, тут Эрнеста-то какую хитрость задуман. Ну, кстати, слон на А6 остался вообще вне игры, да? Можно, конечно, съесть пешку на Ц5, но там будет и сдвоено, и как-то... Структура такая, что белый слон и чрезвычайно агрессивны. Поэтому Эрнеста предпочел пешку не выигрывать. Аж 4. Вот это вот. Вот это вот по-нашему. Вот это по-китайски. Да? Сейчас конь на Ж5 пойдет. Ферст на Ф3. Будем матовать, шаховать. Ну, вы знаете, движение крайней пешки сейчас в любой позиции рассматривается. Чуть ли не как первая линия. Но, конечно, это заявка на матовую атаку. И вот товарищ Сюй на ваших экранах. Ну, такой молодой, симпатичный китайский парень. Лицо, скажем прямо, узнаваемо, да? То есть для нас, для европейцев, иногда кажется, для некоторых кажется, что китайцы на одно лицо, ничего подобного. Сравните, например, с Ван Хао. Вон, там, за спиной Усюй. Известный китайский шахматист. Но они настолько разные, насколько у нас, я не знаю, там тоже можно, там разные лица у нас есть и в Китае. Китайцам, если присмотреться, конечно, они очень-очень сильно друг от друга отличаются. В общем, все эти стереотипы надо отбросить. Я помню, в нашем известном фильме «Мимино». Помните, там Фрунзик Макаратчан и Вахтан Кикабидзе играют. Ну, армянин и грузин, вот два таких видных актера, они очень разные. То есть Фрунзик такой невысокий, полненький, да, у него такой мясистый нос. Ну, и Вахтан Кикабидзе, рослый, красавец, мужчина горный. Вот, они очень разные. И авторы фильма, вот я просто читал, авторы фильма, на самом деле, сняли один эпизод интересный, который оказался неполиткорректным. Вот, заходят, значит, Макаратчан и Кикабидзе в лифт, и в лифте, ну, там азиатские товарищи, действительно, практически на одно лицо два человека, вот, и едут, выходят из лифта, и когда вот отходят азиатские товарищи, ну, я там не знаю, кто имелся в виду, там, японцы, китайцы, вьетнамцы, и эти азиатские товарищи между собой, у них короткий диалог. Ты знаешь, эти русские все на одно лицо, не отличить. То есть, ну, естественно, это комедия, тут, естественно, должно было вызвать понятную реакцию, но цензура, советская цензура этот, этот эпизод, естественно, вычеркнула, потому что решили, что кто-то обидится, либо армяне, либо грузины, либо русские, либо те представители азиатских народов, на кого так, соответственно, говорят. Ну, мне было просто интересно бы этот кадр посмотреть, вот, интересно, где-нибудь в старых-старых архивах советского кино, не знаю, там, это Масфильм или какая-то другая наша киностудия, но ведь наверняка эти кадры сохранились. Ну, просто вот для истории посмотреть бы, просто на лица Фронзика Макрадчана и Вахтанга Кикабидзе, ну, и вот эту сцену было бы здорово посмотреть. Короче говоря, изучаем лица китайских товарищей и всех, как следует, помним. Вот, может быть, всю есенью, просто будущий игрок элиты, сейчас пройдет еще несколько кругов, о нем заговорит весь мир, но для начала, видите, он готов огорчить Эрнеста Наркиева. Мне позиции черных не нравятся. Скажу вам откровенно, полагаю, что вот эта парочка белых слонов способна натворить бед. Вот, ну, будем болеть за Эрнеста, будем надеяться, что он будет бороться и держаться. Так, ну, товарищ Ван Хао, я не буду здесь комментировать, стандартные позиции, два слона, все умные слова здесь уже много рассказано по поводу данных структур. Конечно, ужасно интересно, как Элтадж Сафарли будет отыгрываться. А он, кстати, сегодня блеснул, применив гамбит Эванса. Был такой моряк, друзья, бравый капитан Эванс. Ну и вот здесь сгоряча он однажды метнул пешку на Б4 и пошло-поехало. Людям 19 века это ужасно понравилось, но в наше время как-то играют так редко. Ну вот, кстати, слон А5, слон А5 и постановка пешки на Д6, ну, это так называемая защита Ласкера, очень-очень надежный вариант. То есть здесь придумать что-то за белых крайне тяжело. Ну вот пытается, пытается Элтадж что-то придумать, пешку отыгрывает. Но при этом очень важно заметить, что структура у белых получается, наверное, не самая симпатичная. С развитием у них тоже есть некоторые проблемы. Ну, я так понимаю, что Нихал Сарин, индийский парень, здесь, видимо, хорошо готов. Хотя, посмотрите, целый час продуман. Слом А5 сыграно. Ну, что, можно сыграть С6, можно ферзя потихонечку вводить. Так или иначе, действительно, материальный равновесий на доске и очень-очень сложная позиция. Кстати, если белый слон выйдет на А3, может быть, действительно белый окажет какое-то давление. Ну, просто почему не сразу отступает слоном, скажем, на Е2 или еще куда-то. Если поставить пешку на С6, тогда конь на А5 остается надолго. Вот С6 просто увели слона назад. Ну и пусть конь на А5 там так и стоит. И радуется жизни. А мы идем дальше. Сейчас скажу, на каком столе. Примерно этак на столе в 27-м играют у нас два замечательных бойца разных поколений. Борис Гельфин белыми, Максим Матлаков черными. Ну и английское начало. Текущая мода 2019 года ставить пешку на Е4 в любой момент. Ну и с пешкой на Ж3 так играют. И просто так, да? И просто так можно сделать. А3, Б4. Видите, как Борис Абрамович настойчиво стремится получить преимущество двух слонов. Ну, при этом черные, конечно, видите, пункт Д4 оккупируют. Вот, конечно, еще ход Б5 хочется сделать, но вот как раз ход А6 в какой-то степени препятствует. Посмотрим. Слон А7. Вот этот слон долго стоял под разменом и не разменялся. Теперь дальше черные могут путем Б5 встречный удар провести. Ну, по-прежнему борьба-то на самом деле разворачивается вокруг владения пунктом Д4. Черные все-таки это сделали. Ну, вот у белых все-таки получилось два слоника. В данной конструкции пешкой это пока не очень-то опасно. Конь Е2, конь Е6. Ну, я полагаю, что борьба идет вокруг до около маленького перевеса белых. То есть, ну, этот перевес связан с тем, что они скоро, то есть, вот-вот сыграют Ф4. Ну, и на королевском фланге будут дальше захватывать пространство. Отмечу только, что в центре ситуация нестабильная. Никакого игротского комфорта белым в атаке на королевском фланге не будет. Так что у Максима Матлакова, наверное, есть неплохая, неплохая контригра. На Ф4 можно сыграть ферзь Б6, может быть, даже конь Ж4, какой-то прыжок будет коня. Так что я все-таки полагаю, что это равенство. Конечно, черному слону сейчас не позавидуешь. Табусаму, которую вращает Борис Абрамович. Смотрите, какая скорость, а? Годы идут, а техника движения пальцев никуда не уходит. Как мы видели в 2012 году, во время матча на первенстве мира с Анандом, да? Вот все эти вращательные движения. Так и смотрим сейчас. Ну, для Бориса Гельфанда это просто как четкий, да? Вот, ну, что-то надо телебить в пальцах, чтобы немножко снимать нервное напряжение. А знаете, он сыграл сразу Д4. Ай, красава. Ай, молодец. Вот это, кстати, серьезно. Теперь, если сыграть ферзь Б6, тогда еще Ц5 можно ударить. Если побить на Ц4, здесь получаются пешки-развалюшки. Наверное, там ладья начнется собирать. Так, тогда БЦ мне не нравится. БЦ мне не нравится. Нет, ход Д4 это серьезно. Я считаю, что здесь перед Максимом все-таки поставлены определенные проблемы. И надо их как-то решать. Белые, наверное, скорее всего просто хотят захватывать дальше пространство. Пешку на Д5 толкать. То, что слон на Ж2 кажется пока пассивным, это временное явление. И потом, защитив пешку на Е4, можно будет слона, допустим, на Ж2 поставить. Или еще как-то дальше активизироваться. В общем, Гельфанд захватил инициативу. А вот Даня Дубов у нас, смотрите, изображает скепсис на фоне судейского корпуса. Но смотрит он не на судей. Смотрит он на какую-то позицию. Так, у Евгения Томашевского солидная, надежная позиция. Ой, ничего себе, Аравинт защиту Немцовича вынул из кармана. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Вот этот ежик у нас Аравинт. Ну, не часто так дедушку Чегорина вспоминаем. Ну, Александр Морозевич, если бы играл в нашем турнире, он бы уж, конечно, защиту Чегорина-Морозевича исполнил бы. Ну, вот не ожидал я, честно говоря, в его отсутствии такое увидеть. Ну, Томашевский отреагировал очень солидно, очень нормально. Получилось достаточно скучное для черных позиции. Какой-то Карлсбадец, конь на Е5. С учетом того, что Евгения ничья вполне удовлетворяет, мне кажется, идеальный расклад. Он где-то сейчас при случае может Б5 сыграть, а образовать какие-то слабости в лагере черных. Почему бы и нет? Ну, то, что размен на Е2, неизбежно это понятно. Взяли-взяли, ну, там на ферзовый фланг выставляемся и дальше идем. Правда, вот есть один маленький момент. Положение коня на Е5. То есть при коне на Ф3 пешечная атака пешечного меньшинства была бы хороша. А здесь, если сыграть Б5, последует ответ С6-С5. И подвисающий конь на Е5 не позволит белым никак разменяться. Так что, может быть, не надо торопиться. Может быть, идея, наоборот, этого коня где-то вот в район поля С5 не дадить. И вот после этого уже, может быть, можно что-то сделать. А ученые, соответственно, есть альтернативная идея. Наверное, сыграть ферзь Е7 и, наверное, коня на Д6 потом тоже поставить. То есть пешка на А6, конь на Д6. И как-то, соответственно, цимитировать центр и брать под контроль ключевые поля. Ну, в общем, не буду здесь мудрить. Позиция примерно равная. Ничего страшного нет. Александр Рахманов, шахматист из России, получил в английском начале чуть лучшую позицию. Его соперник Гроссмейстер видит. Ну, это известный вариант, английское начало. У Крамника много партий на эту тему. У других позиционных сильных игроков. Да, ну вот здесь белые делают ставку на то, что пешка С6 изолированная и вечно слабая. Поэтому здесь ладья должна встать на С1. Ну, что, Саша, кстати, поступает. По науке другое дело, что развиться не успели белые почему-то, да? Настолько, что даже готовы на размену на Е3. В этом случае король ножками уходит на поле Ф2. Вот я не знаю, можно ли играть здесь 2-0. Или надо все-таки начать с хода ладья С1. То есть именно в динамике может выясниться, что у черных есть какие-то контршансы. Ну, слонаты на Ф3 Саша явно поставил для того, чтобы защитить пешку Е2. Е2 и не потерять ее, скажем, в случае короткой аркировки. Ну, другое дело, что после короткой аркировки можно разменяться, сыграть С5. И я не вижу ни одного способа остановить ход С5-С4. А если пешки размениваются, тогда достижение белых, мягко говоря, сомнительное. Да, потому что у них-то слабость есть, ученых нет. Поэтому, думает Александр, конечно, хотелось бы поле С4 как-то прихватить. Например, ладья С1, если С5, то конь С4 успеем сыграть. А если все равно разменяться? А если все равно С5? Ну, у меня такое подозрение, что индийский гроссмейстер в полном порядке. Ну, а нашему бойцу надо бы действовать здесь осторожнее. Так, Дмитрий Яковенко. Ну, Дмитрий умеет быть сверхосторожным. Здесь в испаночке, в испаночке. Ну-ка, давайте вот испанская партия. Как-то слон на С5 вышел. Ну, да, вариант Юртаева. Ну, скажем так, назову только одну из фамилий. Ну, здесь много-много всяких хитростей, тонкостей. Ну, структура, кстати, нестандартная. На Д4 видите, как размен произошел. Но после взятия на И5 это уже очень хорошо все мне знакомо. Вот. Здесь такого реального, серьезного, большого перевеса у белых нет. Но, может быть, положение коня на С4 будет перспективным. Хотя в этом случае черные разместят ферзя на С5. И белым не будет у белых устойчивой расстановки. Ну, может быть, как-то еще иначе. Мне тоже представляется, что Гавейн Джонс, английский шахматист, он сыграл, кстати, ладья ИД-8, решил дебютные проблемы, положение примерно равное. Я пытаюсь дойти до партии Дани Дубова. И вот, наконец-то, друзья, спустя 1 час и 50 минут мне это удалось. Ну, Даня Дубов еще до матча на первенство мира, Магнус Икалсен с Каруаной, несколько лет активно пропагандировал Челябинский ряд за черных. И уже Магнус, так сказать, на самом высоком уровне настолько напугал народ. И вот пытался Каруана, пытались другие шахматисты хоть что-то здесь придумать. Вот в этом челябинском варианте. Там и слон Ж5 стандартный, и конь Д5, сейчас получивший новый импульс к развитию. И нигде не удается черным поставить по-настоящему серьезные проблемы. Везде черные либо отбиваются, либо жертвуют пешку, получают контр-игру. И везде вот копаются-копаются люди с компьютерами. Причем даже в некоторых вариантах компьютер показывает перевес белых. Вот перевес и перевес, перевес и перевес. Но черным ясно, как играть. У черных есть идеи. И когда в практической борьбе начинаются осложнения, выясняется, что черный показывает очень хорошие результаты. И поэтому человечество все чаще склоняется к ходу слону Б5. Это вариант Росалима, но так называемая испанка с ицелианки. Потому что в испанской партии пешка стоит на АЦ7 и пешка на Е5. Ну, картина похожая, да? То есть сначала развиваемся слона, а пешка Д2 подождет. Ну, естественно, у Дани здесь масса анализов, масса всяких хитростей. Мне вообще когда-то казалось, что ход Е5 здесь самый основной. Потому что если брать на С6, брать на Е5, там у черных возникает реально очень сильная инициатива. Вот, но к ходу Е5 наверняка иранский парень был бы готов. Но ферзь Б6. Наверное, вот такой небольшой шажок в сторону, чтобы проверить познание соперника там. А6. Ну, слону задается вопрос, на который уже приходится отвечать. И взятие к центру. Вот интересно. То есть Даня делает ставку на то, что в центре у черных мощнее пешечный кулак. Но важно только сделать так, чтобы пешки смогли встать культурно и остаться без слабостей. В принципе, вот так если присмотреться, позиция напоминает английское начало с переменной цвета. Вот этот слон на Ж7, аналог слона на Ж2, тоже давит. Ну, и размен на поле С6, как аналог размена на С3, тоже в английском начале встречался. Ферзь А4, Лерза нападает на пешку С6. Ну, и Даня здесь играет очень конкретно, очень идейно. Потому что черным слонам, как ни крути, нужно пространство. То есть иногда пешечные слабости на доске остаются. Но очень важно, что слоны работают. И в динамике они могут создать угрозу. Но смотрите, тут вот эта идеология, на самом деле, является не главной. Потому что черные неожиданно своего гордого слона разменивают. Ну, в данном случае есть вполне четкое обоснование. Пешка на С6 просто остается в живых. Ну, плюс еще черные затем выводят слона на Ф5. Атакуют пункт Д3 и вынуждают белых, скорее всего, перейти к защите. Стоп. Вот это да. А почему слоном нельзя было взять на Д3? От чего да почему? Ну, вполне возможно, что после ладья Д1 некоторые трудности возникали у черных. Если слон уходит, то туда С4, связка. Ну, а если ход С4, да, там конь С4 идет. Нет, ну, скорее всего, пешка еще была невкусной. И Даня играет ладья Е8. Не исключаю того, что даже пешку на Е5 будет ставить. Слон Е3. Ну, так или иначе, нельзя не отметить, что у черных есть некоторые слабости. Если взять на Д3, слон Е3, но получается, что у белых просто более компактная пешечная структура. Коня можно внедрить на Б6. Какой-то прямой контр-игр у черных не видно. И позиции мне перестает нравиться. Друзья, давайте я посмотрю, может быть, компьютер даст мне хоть какую-то опору под ногами. И какой-то повод для оптимизма. Не дает собака такая. Не дает. Говорит, что у белых стойкий перевес. То есть, Даня вот с этими своими творческими и идейными решениями где-то, видимо, переборщил. Али Розафи Руджа, замечательный, юный иранский гроссмейстер. Сколько ему? 16, по-моему, лет, да? Сыграл очень сильно. Просто очень сильно, блестяще выиграл из дебюта. У Дубова проблемы. И, в общем, как-то за чемпиона мира по быстрым шахматам сейчас очень-очень тревожно. Даня, Дане надо собраться. Дане надо найти несколько сильных точных ходов. Ну, компьютер-то говорит, что надо все-таки есть и на Д3, и на С4, и потом играть Е5. То есть, компьютер утверждает, что конь на Д5 это все-таки сила. Ну, понятно, что слон в борьбе на два фланга все равно будет посильнее. Может быть, просто Б4 можно поставить. На ферзовом фланге 3 против 2. Ясно, что у черных никаких шансов на победу здесь нет. Как-то надо здесь соскакивать, как-то надо здесь играть, ну, вести тяжелую оборону. Может быть, ферзя на Б7 придется держать. Ладью на Д8. Там пешка на 6 еще слабая. В общем, тоскливая ситуация, друзья. Мне позиции Дани не нравятся. А дайте-ка я сейчас пробегусь и скажу вам, а нет ли у нас уже готовых результатов. А, ну так Мавсисян же с Дин Леженем сыграли в ничью. Нет, нет, нет. Подождите, прежде чем идти на перерыв. Ну да, Серега Мавсисян сегодня... А, так, собственно, случилось то же самое, что и в параллельной партии. Дин Лежен сыграл А6. Ну и вот, все подменялись. Ну, опять-таки, дальнейшее окончание. Ой, подождите. Прямо близнецы-братья какие-то. Это что ж такое-то? Ну, цинично, друзья. Вот очень цинично играли оба шахматиста. И ничья, конечно, неизбежный абсолютно результат. Косымжанов близок к победе. Да, ну, хорошо. Вот давайте последнее все-таки. Вот теперь я точно обещаю. Последнее, что мы увидим перед перерывом, это Косымжанов. Помните, ладья И-4. Он побил. Побил ладья И-4. Ай, красавец. Ай, красавец какой Рустам. Ну, скорее всего, он просто знал на самом деле, да? Он знал, что компьютер рекомендует. Ну, и здесь долго-долго горевал Шахриар Мамедьяров. И неожиданно придумал удар с ломбьет F2. Вот это да. Ферз F2. Ферз B6. Ну, во-первых, по материалу у белых тут хорошо, да? А во-вторых, черный король по-прежнему остается весьма и весьма опасным положением. Ну, понятное дело, что вот Мамедьяров, просто столкнувшись с сильной атакой белой, решил, белых решил во что бы это ни стало, перехватить инициативу и закрутить осложнения, которых соперник точно не знает. То есть теперь Мамедьяров уверен, что Косымжанов играет сам. Вот за спиной у этого замечательного шахматиста из Узбекистана нет стального монстра. Нет этого чудовища, который, конечно, сильнее всех людей вместе взятых. И теперь Рустам вынужден самостоятельно решать проблемы. То есть как относиться, например, к взятию на B2. Надо ли играть король F1? Надо ли играть плодья E3? Или слон E3, может быть, надо сыграть. Ну, тогда ферз B2 шах точно будет хорошо. Кстати, черный могут взять и на B2, а потом и на C3. Так что с материальной точки зрения это вообще очень интересная процедура. Вот. Ну, хорошо. То есть пока белым не до атаки, надо своего короля как-то благоустроить. Нельзя забывать, что при случае, если подвернется удобный момент, может быть, черные заберут качество. Но не сейчас. Не сейчас. Так что Шахриар молодец. С практической точки зрения это, я считаю, неплохой шанс. И последнее, что я вам скажу, это оценка компьютерная. Как стальное чудовище у нас оценивает эту позицию, сейчас я вам скажу, друзья. Только если найду в списке эту партию. Так. Ой-ой-ой-ой. Ой, какая тут большая оценка. В пользу белых. Ладья Е4. Да, компьютер говорит король Ф1. Вот первое желание. В блице я король Ф1 сразу бы отступил. Король Ф1 оценка плюс 2. То есть И пишет такой вариант. Король Ф1, ферзь Б2 и ферзь Е1. Красота. Ну, опять-таки, если конь Е4, то конь бьет Е4, ферзь идет на Ж3. Ну, а так, в принципе, белый готов взять уже ладья, бьет Е5. Вот здесь компьютер говорит, что у белых просто выигранная позиция. И вообще тут разговаривать, дискутировать не о чем. Король черных слаб. К тому же по материалу получается не так-то сладко. Ну, интересно, что компьютер рассматривает еще какие-то совершенно убийственные варианты типа Д4. Ну, это совсем не по-людски. Ну, и какой-то банальный ход ладья Е3, который тоже белковые шахматисты могут рассмотреть. Ну, что ж, пусть Рустам подумает. Так или иначе, жизнь продолжается. Борьбы много. Может быть, нервы скажутся. Может быть, какие-то варианты не срастутся в голове. Ну, у Мамедьярова еще есть шанс выжить и закончить борьбу прямо сегодня. А нам с вами, друзья, необходимо сделать короткий перерыв. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Ну да, Д4, там слон, в итоге слон мог оказаться нажимать. Ну и пешка на 7 где-то зависала, скажем, маркировка-то тоже была не самым. И вот здесь произошли размены. Взяли на Д4, взяли на Б7, ладья Б8 и ферзь Е4 шаг. Вообще они же горячатся тут, как бы не залететь тут. Коваль Д8. Ну на самом деле выбора может быть не было, потому что следующий ход у черных 2-0, и белых просто стратегически будет уже неприятная переца. Да, пешка на Б2, конечно, конечно. Ну пришлось во все тяжкие. Король Д8, такое творческое решение, ладья идет на Е8, черный динамик очень сильный. И поэтому пришлось вот так пытаться соскочить в разноцвете, да? Ну, кстати, немножко неприятная позиция. А прежнего пешка на Б2? А как с ним? Евгений решил все проблемы, да. То есть на ладья Б1 слон на Ф5 идет, да? Ну неужели ладью на А2 оставить? Скорее всего надо просто отдавать эту пешку, как думаешь? Ну не так просто редакцию выбрать, на самом деле. Может быть просто слон Е3 и сыграть как-то С5. Я думаю, чтобы хоть какая-то игра была. Ну ДЦ, может быть, ладья Д5. Ну без пешки оставим, да? Без пешки. То есть одну-то пешку отыграем, потому что С4 нельзя играть из ладья Д1. Но вот черный могут там король С8, слон Е6 или там как-то иначе ладью подтянуть, да? Ну видно, что придется еще помучиться немножко. Логично, да? Ну очень приятный рисунок играть для Евгений. Он сразу, кстати, сыграл С5. А, может быть, это немножко поточнее, потому что пешку Б2 пока не отдаем, а вот цепляемся к этой пешке, да? Ну, в основном, теперь нет идеи сдвоения по линии Д. Хорошо. А если тогда ладья Д5? Я имею в виду, что на этот ход, может быть, вот такой ход можно продемонстрировать. И там на Ж7 висит. Да, интересно. Допустим, ладья Д5. Вот что тут будет? Может быть, это просто ничья? На ладья Е8, слон Е3 уже. На ладья Е8, да, уже слон Е3 с идеей, кстати, ладья А на Д1. А, может быть, А, ладья А на Д1 есть такая идея. Там все равно слон на С5 идет. Ну, все-таки на ничье, наверное, больше похоже, да? Ну, что сказать? Скорее всего спасется. А Нижгирин неплохой шахматист, скажем так, да. И, наверное, эта задача, может быть, ему по плечу. Так что переход в тайбрэк здесь весьма вероятен. Не знаю, смотрел ли ты, Гриша, начало этой партии. Да, я удивительный был. Мне не понравилась реакция Максима, кстати. Почему здесь нельзя пойти Е5? Нет, ну, Е5 это первая линия компьютера, но ход Д5 это вторая линия. И по оценке это примерно одно и то же. Маленький перевес у черных. Ну, Д5, по крайней мере, после Д5 понятнее игра белых. Ну, Е5 ход очень простой и сильный был. Да, Д5, взяли, взяли, взяли. Ферзь Д4, Д4. И здесь Е5, да? Опять же нужно было. Да, да, конечно, все-таки весь ферзовый фланг стоит, просто 3-0, конь С6, да? Я не уверен, что Коваленко здесь отреагировал самым удачным образом. Ну, ход 3-0 тоже естественный. Потому что все последующие размены, мне казалось, несколько облегчили задачу черных. Может быть, ладья Д1 была точнее, чтобы на конь С6, конь С6 побить с матом на Д8. Ну, это я так, на всякий случай. 3-0 тоже не должно быть плохо. Слон Б5, может быть. Я не знаю, тут были какие-то, наверное, разные способы. Разные возможности были. Ну, черные постепенно, постепенно благоустроили свою позицию. Ну, вот, чтобы совсем не остаться в скучной позиции, решил Игорь изменяться на С6. Но все-таки слон, слон есть слон. Ну, смотрим, как здесь пытается он что-то сделать из ничего. Объективно маловато все-таки. Да, это точно. У черных фактически одна слабость на С5. Ну, да. До которой попробуй доберись, да? Добраться нереально. На самом деле здесь очень интересная маневра, которую проводил Максим Своеводей. Сначала забил ее на Е4, теперь на Ф3. Классно. Нет, а что, ладью-то не выдавить? Она там сейчас H5, H4 сыграет. Черный, может, получше станет просто даже. Мне вот эта ладья очень не нравится со стороны белых. А как с ней бороться-то? Думаю, никак. В целом, пока выглядит так, что Максим уверенно проходит следующий круг. Да, я с тобой согласен. И думаю, что... Ну, вот, видно, что в окончании просто Максим Вашлилограф сильнее играет, чем Игорь Коваленко, который, наверное, уже пал духом. Да, ну, тяжело. Тяжело, безусловно. Так, Уэслис Со, кстати, вот, друзья, мы вот именно на этой позиции остановились, когда я в прошлый раз проходил. Все-таки сыграл Ф6, вот то, что я рассматривал. И возникла во многом типовая структура. Конь H4, белый цепляется в пункт F5. Черный захватывает пространство на ферзовом флаге. Ой, ой, какие прыжки. Ну, не знаю, насколько это все верно. Есть у меня сомнение, что черные сыграли правильно. Наверное, теперь белые как-то, ну, добились своего, во всяком случае. В краткосрочной перспективе они оккупировали пункт F5. Пешка на F6 слабая. Скорее всего, у вас лесоп получше. А черные не успели создать никакой контейнер на ферзевом фланге. И конь на D6 не встал. Вот что очень важно, я как раз отмечал при коне на B6. Вот вроде бы здесь путь на D6 короткий. Коню на D6, пешки на F5 надо стать. После чего позицию, ну, очень сложно играть на выигрыш белыми. То есть практика показывает из похожего варианта. Но вот ход А5, я не знаю, что нам нужен он был или... И вот маневры черного слона. Слон B4, слон D6 и слон E7. Да, есть вопросы. Есть вопросы к Антону. Ну, сам заварил эту кашу, пусть сам и расхлебил. Теперь, возможно, придется отдавать одного из слонов. А это, конечно, не то, к чему стремились. А это отбили, да. Ты имеешь в виду слона F5, что ли, да? Ну, или слона на E7, скорее всего. Ну, да, слона на E7 отдать. Ну, ясно, что стойкий перевес у белых. Так что Веслиссо давит. Да, ну вот исключительно важная партия у Веслиссо... Ой, не Веслиссо, а я на непомнящего. В Грюнфельде он все-таки попался на вариант. Хотя все это было. Все это было, но это все сомнительно за черных здесь. В какой момент произошла новинка? А5. А5. Да, потому что здесь встречалась СД. Вот самые сильные продолжения СД на конь D4, очень мощный ход ферзь С8. Единственный способ вообще бороться хоть как-то на равных, на ферзь B4, тогда А5 и B4. Но еще слон E6 какой-то ход был. Да, и слон E6 тоже встречалась. То есть здесь слон E6, а здесь слон E6, а на D5? Слон G4. А, да-да-да, это тоже все рассматривалось, да. Слон B5, слон F3, взяли-взяли. И здесь, по-моему, или слон С5, или ферзь С4. В общем, здесь тоже перевес у белых в итоге в анализе получается. Ну, возможно. Да. Но ход А5, скорее всего, новинка, рожденная за доской. То есть это все... Мы с Владимиром Поткиным обсуждали немножко эту позицию. Честно говоря, не смогли понять задумку Яны. Потому что... Ну как, Володя сильно переживает-то? Скажи. Ну, мы с ним блиц играли. А, блиц, то есть Гриша занимался, как работал психотерапевтом. Потому что ясно, что для Володя Поткина, для секунданта Яна Непомщева, то, что происходит в этой партии, это, наверное, как серпом по сердцу. Ну и, соответственно, сейчас переживает. Мы, честно говоря, думали, что Ян пойдет на ДЦ Ферзь Е8. А он сыграл Ферзь Е8. А он отдал все пешки, да? Взяли-взяли. Ладья Б8, А4. Я так понимаю, здесь Ян еще сегнул Ферзь Е4 на штрих. Потому что иначе, ну, тогда Ферзь Е5 лучше уж сразу играть. Да, а что на Ферзь Е2? Я думаю, что просто Слон Д4. С идеей Ладья Ж1, да? Ладья Ж1, Ладья Ж2. Да, и Ферзь как-то не выходит, да, почему-то? Без Ферзя, скорее всего. Точно? А если так? Ладья Ж2, Ладья Ж2 есть вот. Ладья Ж2, сюда, сюда. А, сюда, просто этим конем берем, да? Ой. Да, ну, это тяжелый просчет. Потому что А3 просто полезный для белых ход, да? Ферзь Ф5. Просто еще и здесь Ж4 где-то проходит. Ферзь С4. Ладья ФС8. Ну что, стоит Ян без двух. Без двух позиция печальная. Причем не видно дальнейшего подавления. Ну, допустим, белые ничего не делают. Ладья А на Е1, да? Разумный ход Ладья Ж1. Ой, противная позиция. Ой, нехорошая позиция. Друзья, сегодня мы можем лишиться одного из бодрых, прибодрых бойцов. Да? То есть Ян Непомнящий, но все-таки на него серьезную ставку делали наши российские болельщики и все-все-все. Но, вы знаете, напротив него тоже российский школьник есть. Так что кто-то из россиян, кто выиграет эту партию, пойдет вперед и будет серьезно на что-то претендовать. Ну, игра не закончена еще, потому что у Александра достаточно мало времени. 20 ходов еще, 20 минут. 20 минут. Ну, в церкноте где-то Ян может подкрутить. Ну да, вот здесь, конечно, у него сейчас желание сыграть покрепче, понадежнее, да, как-то упростить позицию. Ну, обычно это желание нельзя в себе слишком уж потворствовать ему, потому что, когда пытаешься сделать крепкий ход, обычно это получается не сильный ход, не очень. Да, иногда надо просто играть по позиции и... Ну, ладья H1, когда достаточно хороший ход. Да, да. Да, ну, понятное дело, может быть, ладья D2 с идеей ладья H на D1 тоже не самое плохое решение, потому что в любом случае вторжение на 8 ряд будет. Ну, хорошо, просто, знаешь, психологически, может быть, не так-то просто упаковать собственного короля, когда дома-то остается один ход. Но, правда, этот ход сделать невозможно, да, видимо, видимо, ничем белый всерьез не рискует, потому что пробить вот этот редут на B5 и на C5 невозможно, да, то есть просто у черных не хватит, не хватит каких-то ресурсов. Так, сделал уже какой-то ход, и по виду это ход... Нет, еще думает выйдет. Нет, он уже пережал кнопку и... А, на доске сделал. На доске, вот, B на D4. Совсем в другую степь отправился. Опа, так это же разменная операция. Теперь на ферзь E4 и ферзь F7. И если король F7, то тогда с удовольствием идем в такой эншпиль, да? Допустим, слон E5, да, что это за картина, масло? Во-первых, до сих пор две лишние пешки. До сих пор две лишние пешки, поэтому оценка, наверное, примерно понятна. Да, очевидно. Да, оценка очевидна, так что... Ну, любопытное, кстати, решение. Хоть компьютеры и не советовал. А, вы знаете, друзья, у черных выбора-то нет. Если ферзь уходит назад, тогда просто G4 еще фигуру съедаем. Да. Без проблем, кстати. Ладья бьет C5, это все детский сад. Взяли-взяли на C8, увели на B1. Ну, давайте покажем. Взяли-взяли, ладья C8. Но это просто размена, ничего больше. Ну, король B1. Позиция просто безнадежная для черных. Хотя Ян тут... Ну, на это хоть B3, да? Да. На ферзь C4, вот кажется, что это какая-то угроза. На самом деле B3 угроза почему-то заканчивается. И равно как заканчиваются фигуры черных. Ну что, очень интересно сыграл Александр Предки. Вот вы видите сейчас крупным планом лицо Яна Непомнящего. Ох, Ян, ох, Ян. Конечно, у него были наполеоновские планы. Первый и второй круг он никак не рассматривал, наверняка, как какие-то самые важные. Но казалось, что все соперники ему по силам. Это действительно так. Но сам виноват, знаешь, дебют не подучил. Где-то, где-то вот, ну, подставился. Кстати, Александр Предки, как тебе его игра на суперфинале? Ну, а вообще весь год проводится очень мощно. Ну да, то есть такого соперника недооценивать никак нельзя было. Ну, что-то такое случилось. Собственно, уже со второго круга в Кубке мира слабых соперников нет. Да, здесь уже начинается все очень серьезно. Поэтому... Недооценивать никого нельзя уже. Ну, мне кажется, что, может быть, уже сегодня, ну, и завтра наверняка, кто-то из фаворитов турнира может покинуть наш турнир. Ну, например, Накамура, который сейчас проигрывает, да, пока, Несепяну. Ну, вот Ян Непомничий тоже у нас кандидат на вылет. И пока игра Александра Предки в этом плане очень, очень убедительна. Слушай, а может быть, на ферзи в 7 уйти просто? Ну, выглядит, конечно, чудно. Плоть до того, что можно вернуться просто на 4. Но ладятся опять взяли коня 2, это только шах, да, ничего страшного. У короля остается убежище. То есть съели еще одну пешку. Ну, размен на и 5 сразу черный король проходит. Там еще конь G5 сейчас грятит. А, еще такая вот штуковина. Слушайте, ну, совсем плохая позиция, что ты тут скажешь. Либо тоскливый эншпиль после размена ферзей, либо абсолютно безнадежный метельшпиль. То есть выбор у Яна Непомничего не сладкий. Ну, а мы идем дальше. У нас Гришин... Григорий спросил меня в перерыве, Сергей Юрьевич, а сколько вы партий смотрите? Ну, наверное, ожидал, что я 6-7, да, смотрел? Ну, я вчера был в английской студии, и мы там смогли охватить только партии 6-7, действительно. Нет, ну, я никогда не работаю так по мелочи, поэтому у меня 32 партии, я из них рассматриваю примерно 25. Меньше рассмотреть не могу, извините, друзья. Ну, тут важна скорость, и важна как-то, ну, вот, конечно, по верхам, по верхам все. Ну, все-таки какую-то общую конво, во всяком случае, хотелось бы понять. Вот давай во встрече Араньян Максудлу не будем конкретные ходы рассматривать, просто текущую позицию, пару слов. Араньян, слушай, ты не поверишь, это была разменная французская, да? А на доске возникла такая дичь, да? Ну, все-таки Левушка-то там, вот, дело в том, что Пархам первым определил короля на ферзовый фланг, и Левон ответил тем же. Но Пархаму нужно играть на победу, поэтому... Ну, да. Он ищет любые способы осложнить как-то игру. Да, но тут еще сказывается разница в шахматном весе, наверное, да? Ну, ферзь С2, да, как-то на С7 хочется забраться. То есть, вот сейчас ход белых, не знаю, какие идеи у черных, там, А5, конь, Б4, но как-то надо во что-то играть. Вот, пешка Штей, это, наверное, не так важно. Ну, скорее всего, у белых получше, да? Да. Да, вот, поэтому на этом ограничимся и пожелаем... Я, кстати, не уверен, что вообще Левону нужно было допускать Б4 ход. Ну, это уже дело прошлое, да. То есть, он вместо А1 мог пойти А3, например? Вот здесь, да? Была такая позиция, когда черные, смотрите, как прицелились, А3, если опять там пункт А6, да, какой-то слабенький. То есть, можно было просто... Ну, может быть, ему не нравилось, что конь на С4 станет комфортно. Конь С4, С1 просто, и дальнейшего продолжения вообще нет. Ну, видишь, у Лева своя точка зрения. Нет, он сыграл абсолютно возможным образом. Ну, он просто решил, что вскрытие вертикали С ему тоже выгодно, да. Понятно, что здесь тоже будет приятнее. Да. Короче говоря, это дело вкуса даже, может быть. Так, это дело вкуса. Так, ну, а вот нам... Мне подсказывает по скайпу, что Несипяна-то действительно может сегодня оставить за бортом Хикару Накамуру. Так, ну, вот эту партию, кстати, смотрел, Ксамжан? Да. Владимир И4 по компьютеру. Здесь уже плюс 2. Пешки показывает комп. Я на самом деле не понял, зачем Шарх сал на И4. А, то есть вот здесь надо было как-то иначе играть. Потому что в этот момент у белых недостаточно неудачно тает фигура. Угу. И потребуется еще несколько темпов, чтобы развить действительно серьезный вопрос. Ну, у чем-то там король Аш-7 есть. А, король Аш-7, да, в любом случае. Может быть, ладью можно подтянуть. А как-то с война можно вернуть, чем на поле. Нет, я-то думаю, что ход ладьи И4 для него просто гробности диаста нет. Да. Ход ладьи И4 он просто не видел. И не видел, что потом, после взятия на И4, он просто не успевает защитить короля. И, ну, сыграл талантливо. Король Ф1, кстати, сильнейший по компьютеру ход сделал Ксамжану. Ферзь Б2. И теперь, если Рустам сделает хороший, координирующий, все координирующий ход Ферзь Е1, и на Ц3 защитили, и на Е5 хотим съесть, и Ферзь при случае идет на Ж3 с матом, да. Вот эта позиция, судя по всему, у черных просто безнадежная. Вот. Ну, надо еще... Дело в том, что белые на данный момент вообще ничего не отдали. Ничего, да. То есть бесплатная атака. Бесплатная. Да. И ясно, что все в руках Ксамжану. Абсолютно все. Вот. А мы идем потихонечку дальше. Бок Грещук. Помните, как после хода Ферзь Б4 задумался Александр Игоревич? Я предлагал отступить Ферзем. Ну, рассматривал ход Ферзь С7, а последовал Ферзь Е6. Ну, не знаю, может быть так покрепче. Ой, ну, размен на Аб5, мне кажется, это слишком мягко. Я полагал, что как раз белые должны поддерживать напряжение и в нужный момент это все делать. У меня, честно говоря, первая была идея просто сдвоиться по вертикали А, посмотреть на поведение черных. Потому что после Аб, Аб, ну, нет такого уже веселья. Ферзь Б4. Нет, ну, это совсем другое. То есть белые выдвинули Ферзя на Б4, через ход вернули его назад. Это что, разве игра на победу? Сейчас черные еще, может быть, деньги у Ф6 сыграют своего коня на С4. Все равно, я думаю, поприятнее немножко. У белых, да? Может, контроль над черными. Ну, давай, значит, так, конь Д3, конь Д6. Ну, вот куда коня отправить? На Ф4, на С5, на Б4. Ну, единственная слабость на С6, но она по виду должна держаться. Ну, может, и конь С5. Конь С5, ферз Е7, да. Ну, я, правда, теперь-то присмотрелся, конь на С4 это вообще не идея. Потому что белые с удовольствием разменяются. Там по центру Е4, может быть, как-то пойдет. Ну, хорошо, может быть, я играю неправильно. Так что, за Александра здесь делаю что-то неверное. Просто я увидел, что на конь Д6 сразу пешка на С6 висит. Хотелось бы как-то иначе здесь перестроиться. Ну, хорошо, надо думать. Надо еще здесь проявить какую-то аккуратность, да? Ну, ладно, Гришин. Не так просто еще. Согласен. Согласен с тем, что здесь еще надо будет немножко поиграть. Но то, что белые сыграли, наверное, не самым опасным образом, ну, примерно понятно. Ну, тем не менее... А партию Дома, Аббасов, Домилис вообще не обсуждали. То есть, ты предлагаешь все 32 партии посмотреть. Потому что там был совершенно фантастический ход конь Д5. Ну, как? Где? В какой момент? На 13-м ходу. Так, ну, давай тогда раз уж... Вот, Григорий успевает все смотреть. Мы это в эфире, ну, не можем все-таки с такой-то скоростью работать. Ну, просто ради одного хода можно. Да, давайте, ради одного хода. Стандартная позиция из Рассалима. Да, Рассалима. Ну, кстати, белые хорошо катают. Ой. Конь Д5. О, друзья, так это ход сегодняшнего дня. Ай, красава. Причем это все исполнено было очень быстро. Ну, вот до чего доводит дебютная подготовка, а? Ну, наверняка же смотрел все, а? Конь Д5. Вот так вот. Покажи такое шахматистам. Обычным, земным, да? Скажут, ну, что же за чушь такая? На самом деле, просто банально все известное. Тут на БЦ, естественно, Д4, да? То есть черные получили шикарные подвижные пешки. Ну, Лидер, на самом деле, достаточно удачно отреагировал. Ну, он вообще сильный шахматист. Мне кажется, у Ниджата все-таки очень мало шансов, потому что Домингес, я вообще считаю, что сейчас сборная Америки должен проходить с большим запасом. Мне кажется, ни Робсон, ни Шенкланд, ни другие американские шахматисты, которые периодически появляются на четвертой доске, ну, вам не способны конкурировать. С Домингес, он иногда играет и сильнее на Камур, да? И с Веслисом может соперничать. Ну, хорошо, наверное, Круана посильнее немножко, да? А вот с остальными я считаю, что Линьер может вполне бороться. Я вообще его фантастически уважаю и начал я его фантастически уважать с 2004 года, когда на чемпионате мира в Ливии он довольно неожиданно и очень даже по делу обыграл Раджабова, я помню. Просто, ну да, и дальше он в супертурнирах играл, там, в Вейконзе, я помню, за тур до конца на первое место претендовал, ну, чемпионом мира по Блицу на всякий случай был. Ну, просто сильный шахматист. Ну, очень правильный шахматист у него, классическая кладка. Да, кладка, кладка, да. Такой бильярдный термин, кладка, ну, строительный, бильярдный, да. Кладет шары как надо, так, ой-ой-ой, ну, пешку, пешку черные пожертвовали, да, надеются. Ну, определенная компенсация есть, но, на мой взгляд, игранка на два результата. Ну, да, да, да. То есть, линьер здесь, хотя ладья 3 вызывает у меня чувство внутреннего протеста, но, может, это защищает слона, может, хоть Е6 готовит. Скорее всего. Да. А вот ферз Е6, чтобы как раз не последовал, да, вернуться назад. Ну, просит ничью, да, не джат. Ну, неизвестно, получит или нет, так что посмотрим. Но, еще раз повторяю, друзья, все посмотреть действительно мы не можем. Ну, Таймур Раджабов после дебюта, мне казалось, что поприятнее у белых, потому что пешка на А6 здесь висела, я как раз говорил про этот мотив. Ладья Е8, начинаются какие-то детские хитрости. Ну, черные пока вынуждены ладью на С8, наверное, держать. А3. Ну, когда А3, уже здесь структура вот-вот изменится. Ж6, во всяком случае, логично, причем слон даже может и на А6 выйти в вариантах. Вот его туда не пускают. И, кстати, пешку Д4, Таймур. Ну, все вроде грамотно, все технично. А5, да? Ну, может быть, так и можно. Ну, конечно, видно, что белые по центру расставились более агрессивно, да? И приходится как-то здесь Санану терпеть. Ну что, ладья на С7 идет? Нет, не идет пока. Слон Е4. Конечно, черным коняшку бы на Д5 поставить, но уже нет такого маршрута. Конь С5. Ну что, на ферзевом фланге где-то проблемки будут с пешкой Б7. Но пока на Б3 тоже подвисает. Можно ферзем на Е3 отойти? На Е3? А я думал, ферз С4 и ферз Б5. Я просто не хотел еще слону на А6 пускать. А, вот так, да? Ферз Е3. Не знаю, насколько это важно, но... Ну, в общем, может быть. Пока у черных слон стоит на Ж7, у белых всегда будет легкое давление. Угу. Ну, наверное, надо ферзу Владью наконец-то подводить, может быть, еще что-то делать. Ну, так, на то мы согласимся. Что у белых есть небольшое давление, черным надо еще проявить определенную технику и защититься. Ну, вот слабость на Б6, наверное, неприятно. Может быть, белый конь куда-то поскачет. Вот, так что давит. И теперь давайте смотрим партию Владика. Ну, у Владика все, честно говоря, мне кажется, вот это все за доской он уже, просто говоря, изобретал. Ну, Владик очень пассивно разыграл дебют. И мне не понравилось, что он сыграл Адерей 8 здесь. А как надо было играть? Ну, здесь бывает идея отдать качество путем ферзь Е7. Ферзь Е7, нападаем на 2, да? Теперь просто Е6. А, Е6 и... Просто пробить слону на Е6. Слон Д6, ферзь Д7, допустим. Ферзь Д8, может быть. А, ферзь Д8, чтобы туда вот выйти, да? Чтобы на Ф8 пробить ферзь. А, вот так вот. Слушайте, ну это тонко, это хитро. Белые должны играть как-то конь А4. Да, с пешкой Ц5 отдавать нельзя, потому что тогда компенсация будет полная. Конь А4, просто ладья Д8. И черные могут просто играть позицию. Позиционно, да? Да. Не торопясь. Ага. Ну, это было такое интересное, творческое решение. Самое интересное, что компьютер достаточно приятный для черных целей. То есть, именно 4, десятых пользу белок. Именно ферзь Е7, да? Ну, это надо было еще сообразить, честно говоря. Это трудно. Ну, ладья Е8 более естественный ход. Я тоже в эфире, честно скажу, что рассматривал ход ладья Е8. Но идея заключается в том, что на Ф4 играем уже Ф6. Вот. Но ход Е4, это правильный ответ. Я как раз его рассматривал и равенства не видел. За белок, за черный. Мне казалось, что Ф4 как раз опаснее. Правильно, да? Опаснее Ф4. Ну, вот видите, сколько людей, столько мнений. У каждого гроссмейстера свой взгляд на шахматную жизнь. Итак, размен на Е5. Ну, здесь тревожное положение у черных по центру. Белый как-то давит, да? Ладья Е8. Ну, просто Влад готов играть любые окончания. Понятно, что здесь оно не очень приятное, но... Верит в свою технику, да? Ну, белому надо тоже играть очень точно. Слон Ф3, да? Уже начиная с этого момента, ладья С1 может быть не точный ход. Может быть, нужно было пойти Б4, не допустить А5. Кстати, да. Но связная пешечная структура – это нормальное явление, да? То есть, если цепочку выставляешь, уже можно как-то дальше усиливаться. Ладья С1, А5. Вот тут техника начинает сказываться. Пешка на С5 остается в одиночестве. А нужная ладья... А, нет, правильная ладья. Да, правильная ладья, потому что эта ладья на Е2 должна заскакивать. Да, в случае взятия на Д5, тогда получаются нюансы. Вот теперь уже приходится защищать. Но белый король, если на Д4 станет, все равно, по-моему, не сахар будет. Ну, правда, как? На король Е3, Д4... А, погоди, там на Б7 будет висеть. Ну, то есть, пока что можно пойти... Ладья С7, вот. Но белый тоже не будет спешить с ходом короля Е3, наверное. Хотя Д4 грозит в любом случае уже. Ну, если на А3... На А3 можно пойти на Д4. Б4. По-моему, все равно позиция не ахти. Белый-то король близок к борьбе, а черного короля нет. Ну, король на Д2, допустим, станет. Здесь можно попробовать побить на Б4. Ага, может, по вертикали А. И пойти с Сом Б3, может быть. Сом Б3, ладья Д2. Сом А4. Ага, и слона вот сюда переставили, да? Ну, хорошо, борьбы еще много. Ну, здесь, кстати, уже, наверное, действительно все в порядке. Ну, не знаю, вот после ладья С7 что тут делать? А давай прямой вариант посовем. Король Е3. Ладик пошел ладья С6. Д4. Взяли, взяли, взяли. Слон А2, да? А если так? А пешки? А где пешка? Ай? Ай? Ну, хорошо, он сыграл ладья С6. Это уже другой калинкор. Наверное, он... Мне нравится еще больше. Он Б6, он Б6 хочет сыграть. Он хочет просто убрать пешку на С5, и это вообще правильное решение. Потому что с отъемом этой пешки к пешке Б2 будем цепляться. Да. Не, ну что, молодец, просто здорово играет окончание. Изначально окончание неприятное, но несколько четких решений. Теперь вопрос, что будет на король Е3. Ну, давай все-таки Б6. Б6, а то надо пойти король Д4. Важно, что на Д8 можно взять на Б6. Не на Д5, а на Б6, да? И пешка проскакивает, да? Ой-ой-ой-ой. А, погоди. Ну, конечно, вот это тоже будет немножко похуже. Брать на Б2 было нельзя. Взяли, взяли Б7. Допустим, разменялись сюда. Ну, здесь по-любому у белого хуже. Ладья Д2 просто. Да, ладья Д2 и пешка на Д5 какая-то неискриняя. Да, что-то мне не нравится. Итак. Поэтому место в ЛДЦ8 черным надо просто взять на Д5, я думаю. Б6, король Д4. Б6, король Д4. Да, просто разменщик, да? И пойти в ЛДЦ8, в ЛДЦ2. А, вот это вот интересно, да? Во всяком случае, по второму ряду будет чем поживиться. Ну, допустим, король Б5, да? Ту пешку будем кушать. Да, ладья Д2. ЛДЦ2. Ну что, может быть, просто пешку А вести в ферзи, невзирая на всякие мелочи, типа пешку Е2, вот так как-то бил играть на победу? Ну, король АЦ2, да? Да, и пешка будет проходить очень долго. Долго, да? Ну, больше похоже на ничью, да? Да. В крайнем случае, в какой-то момент я могу отдать за эту пешку слона и сделать ничего, там ладья Б5, где я слон против ладьи. Давай, давай. Хорошо, а сыграно Б3? Ну, ход такой, честно говоря, немножко странный. Ну, он в какой-то мере защитился от хода Б6. Теперь пешка на Б2 не будет висеть. Ну, как защитился? Все равно же А4 хочу сыграть, наверное. Вот здесь ладья Д4 можно пойти. Ладья Д4. Ага, и вот этот ресурс не получается, да? Ладья Б4, например, к ладья Д3 уже. Да, согласен. Может быть, это не так-то сладко. Ну, похоже, он играет Б6. То есть, нет, вот сейчас Владик поднял руку, уже почти опустил, а потом снова вернул руку, видимо, думает. Так, а если начать с этого хода? Ну, висит пешка на Д5. Нет, ну, давай конкретно. Слон Д5, ладья А, там на Б7 он возьмет, да? То есть, размен-размен он возьмет на Б7, и на ладья С2 будет ход ладья Д2. Да. Можно, конечно, вот так отыграть пешку неожиданно. И опять, и опять СБ. Нет, нет, СБ не будет. Погоди, а что тут будет? Ну, это, в принципе, очень тяжелая позиция после короля Д3. Король Д3. Да. Сюда больше не идти. Достаточно посмотреть на пешечное окончание, но и здесь тоже, наверное, тяжело. Просто король куда-то придет. Да, хорошо, у Владислава есть проблемы, так что тайбрейк в этой паре не исключен. Ну, надеемся на другое. Так, теперь Сергей Карякин. Будет ли Сергей Карякин играть быстрые шахматы, зависит от того, сможет ли Севян эту партию выиграть. Ж4, кстати, играет Серега. Я думаю, он будет продолжать как-то развиваться потихонечку. Нет, смотрите, куда-то вперед. Вперед полетел. Особенно надо отметить, хороший дебютный выбор Севяна. Не так просто выйти с Сергеем на такую полнокровную борьбу, а ему это получилось. Все фигуры на доске. Улитку выманили из ракушки, да? Да. Да. Все фигуры на доске. Жесткая борьба такая. Ой, это куда? А зачем ход Ц6 вызывается? Что на Ц6-то? Можно просто самому отойти. И там на Д6 будут вторжения, да? Куда-то можно уйти, да? Неважно. Неизвестно куда. Теперь ученых и пункт Ф5 слабый, и пункт Д6. Ну, не так просто. Не так просто. Согласен. Ферзевый фланг почему-то не развивается. Конь на А5 не такой плохой. Да, ну Севян молодец тогда. Просто красавец. Ну, а может быть сыграть так пока? Владея Б8. Ну, я имею ввиду из вредности. Чисто из вредности. Если белые хотят, чтобы черные сыграли с А6, с черным первое желание не играть. Ну, идея, наверное, просто два нуля уйти, да? Я так думаю. Да. Ну, белый в свою очередь, может быть, где-то... Как вот белым-то нагнетать? Ну, может быть, он хочет просто с А5-5 уйти. Опять-таки, слон уходит куда-то, да? Да. Ну, здесь, во всяком случае, на Д6 нет вторжения. Ну, допустим, по нулям. Может быть, не так страшно это все. Это не так страшно, но... Тебе кажется, что получше у белых, да? Сложно сказать. Сложно сказать. Если какое-то продолжение есть. Потому что он опять странно стоит, честно говоря. Ну, хорошо. Значит, все равно ход Ладья Б8 и ходит С6. Ну, вот эти два хода надо рассматривать. Сергей Корякин сидит, думает. Щетина у него игрока НХЛ, который надеется дойти до финала с окладистой бородой. У нас же до финала еще две недели. Работать и работать. Ну, вот я надеюсь, что в финале Сергей будет бородатым мужчиной. Вот. Ну, я почему упоминал НХЛ, как раз в этой хоккейной лиге с началом нокаут серии принято, что хоккеисты не бреются. И в финале играют много-много бородатых мужиков. Носится по площадке. Бриться – это просто очень плохая примета. Поэтому обладатели Кубка Стэнли – это самые бородатые люди в мире. Вот. Хорошо. Хотя у нас у шокматистов есть бородатые люди, да? Есть, но никто специально не откажет. А кто в элите у нас? Ну, Хикару Накамуру ходил с бородой, да? Потом сбрил. Кто еще был? Владимир Федосеев какой-то. Федосеев, да. Ну, да. Ну, есть игроки не настолько известные, да, вот с такой большой бородой. Ну, кстати, у Чугойна была борода, да? У Артура Юсупова была борода. В 19 веке вообще все люди бородатые ходили, и страницы, и так далее, и так далее. Это было стандартным. Когда еще не было электробритв, да, поэтому люди, шахматисты тоже почему-то ходили бородатыми. Сейчас как-то… Ну, Александр Грещук периодически, я хотел сказать, отбрасывает бороду. Вот. Ну, это так, эпизодически бывает. Ну, в общем, тема интересная, но по моему наблюдению борода не помогает играть в шахматы. Я примерно лет, это так, 7 назад бороду стал отращивать. Что-то мне не помогает. Не помогло, и я ее сбрил. Она мне надоела. Вот. Хорошо. Сергею Карякину желаем стать бородатым. Так. Накамура, не Сипяну. Ну, все-таки следим за эту партию, просто потому, что здесь может случиться сенсациями. Ты хоть F6 видел вообще здесь? В этих структурах? Я не помню такого. Ну, Накамура тоже какие-то ходы типа А3 делают не в самый подходящий момент. Ну, хорошо. Да, дальше... Обычно чуть позже так играет. Дальше Несипяна по центру играл. Классный ход. Д4. Я как раз вот за годик говорил, что у черных при коне на А4 как раз Д4 главная идея. Конь Е5. Накамура, мне кажется, не очень хорошо подготовился к этой партии. Потому что, на мой взгляд, у черных очень комфортно играет. Ну, по центру такое превосходство, да. И С4. Посмотрите, что творит Несипяна-то. Ой, да вы гляньте, куда, а? Там на А3 еще шажок. Так, лазья бьет Д4. Ну что, сразу F5 или сначала бить на А3? Напрашивается F5. F5 сразу как-то. Может быть, даже F5 именно возьмет на А3, чтобы дальше разрушать пешечную структуру. Вот. Пока много фигур белых находится в ауте. Честно говоря, не верится, что можно белыми так играть в шахматы. Ну, в общем, да. В общем, да. Как бы ни получилось, что Накамура с непомнящим сегодня могут оказаться задним столиком. Да, F5 на доске. F5 исполнено. Ну, Несипяна играет просто сильно. Знаете, друзья, вот иногда, вот это странный гроссмейстер, иногда его, собственно, не особенно видно, в круговых турнирах не блещет. Но как только приезжает нокаут, обязательно то Иванчука обыграет, то еще кого-то из сильных. Вот я еще помню 1999 год, в прошлом тысячелетии, я в Лас-Вегасе играл в чемпионате мира. Так там Несипяна как раз Гречука обыграл. Тот, правда, зернул фигуру странным образом. Но потом они встретились еще и в Кантамансийске. И опять Несипяна обыграл Иванчука. И Иванчук настолько расстроился, что сейчас, видите, вообще в Кубке мира это и не играет. Вот. Ну, а теперь вот пришла очередь Фикару Накамуре настрадаться от этого гроссмейстера. Итак, все шансы у Ливии Эдитера пройти в следующий круг. Теперь Андрейкин. Ну, на мой взгляд, очень интересный жертв, что применил Дмитрий. Я не знаю, как насчет компьютера, но мне просто понравилась человеческая идея. Мне тоже понравилась, потому что без этой жертвы качества у ученых довольно неприятно. Конечно, конечно. А теперь есть игра, есть жизнь. АБ, АБ, ладья А1, ладья А6 выдавливает этого конька. Единственное, конечно, такое же это качество нужно поносить и дома. А не тратить на ее исполнение 50 минут времени. Ну, Дмитрий Андрейкин в принципе не теоретик. Ну, потому что в Солнце 7, Солнце опять все это было, встречалось уже и... Дмитрий Андрейкин.